Друзья, начинаем вебинар номер 6, сессии «Зима-весна-2023». Сегодня 29 марта 2023 года, московское время, 16 часов 3 минуты. Друзья, сегодня у нас доклад Иванова Михаила Яковлевича, который называется «Механика и томография атома». Михаил Яковлевич много раз выступал у нас, я так обычно его представляю, я думаю, многие знают, но все-таки я скажу, что Михаил Яковлевич – это доктор физмат-наук, он профессор, наверное, в нескольких вузах преподает, он сотрудник Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова в Москве, там уже, я не знаю, лет 50, если не больше там работает. «Механика и томография атома» – сегодняшняя тема доклада. Ну вот слово «механика» мы знаем, что означает. «Механика» – это наука, рассчитывающая координаты в связи с временем какого-то объекта. Вот этим занимается механика. Вот томография, я специально посмотрел в Википедии, что означает слово «томография». Я, ну, так знал не очень хорошо, но специально посмотрел более точно – это послойное исследование какого-то объекта. Вот посмотрим, как вот это все связал Михаил Яковлевич. Он человек, мало того, что образованный, он еще и оригинальные подходы у него к разным вопросам. Это всегда будет очень интересно. Тему, которой сегодня будет докладываться, Михаил Яковлевич развивает уже многие годы. Он, вот он начинает свою демонстрацию вывешивать. Он в этой теме, вот он вывесил почему-то условия обслуживания ЗОМ. Михаил Яковлевич, зачем нам это? Это не нужно. Нам вашу демонстрацию нужно. Так вот, он эту тему развивает уже многие годы. Она в чем-то похожа на теорию Дебая, только он… Михаил Яковлевич, это обслуживание ЗОМ. Уберите, пожалуйста, включите вот то, что вы там делали ранее, вот мы с вами тренировались. Вы меня слышите, Михаил Яковлевич? Он, я чувствую, меня еще и не слышит. Михаил Яковлевич, у вас отключен микрофон, потому что я всех отключил. Вам его надо сейчас включить. Так, я включил микрофон, слышно меня сейчас? Да, здорово, спасибо. У вас включено обслуживание ЗОМ, вы другой файл включили, вы его уберите. Вот что у вас на экране сейчас обслуживание ЗОМ, зачем вы нам это показываете? Ну вот оно не убирается, я бы с удовольствием его убрал бы. Нет, вот вы убрали его, а теперь свою презентацию вы вешаете. Ну вот я продолжаю. Значит, Михаил Яковлевич, он эту тему довольно давно развивает. В чем-то этот подход его похож на подход Дебая, который… Ну, теория Дебая-Хюкеля об экранировании заряда, расположенного в среде других зарядов. В чем-то она похожа, отличие состоит, ну, может быть, какая-то изюминка состоит в том, что у Михаила Яковлевича одинаковое количество зарядов одного и другого знака, и они оба присутствуют. И при этом возникает вот такая вот своеобразная структура электрическая в этом пространстве. И при этом Михаил Яковлевич вывел вот такое своеобразное уравнение. Оно аналогично уравнению Дебая, только в правой части у него гиперболический синус или косинус. Я сейчас не помню. Синус. Синус. Разные там знаки. Синус. Гиперболический синус. В отличие от линеризованного Хюкеля, Дебая там просто заряд умноженный на саму функцию, вот искомый потенциал. Значит, вот это такое отличие от стандартного Дебая. Оно очень важным является. Почему вот работы такого типа... Да, вот сейчас вы вывесили именно свою демонстрацию. Спасибо. Ну, я почти закончил уже. Почему вот это направление, которое Михаил Яковлевич развивает, оно чем-то... Оно как-то напоминает теорию эфира на первый взгляд. Но потому что наполняет пространство какими-то частицами, такими вот нам пока еще не очень ясными. Но почему оно... Вот мне, например, лично очень важно вот его эти работы и вот такие подходы очень важны вот для меня, например. Потому что мы экспериментально вот в нашей лаборатории с Барановым установили, что в результате... И это, по-моему, сейчас уже никем не оспаривается. Это было известно даже вот еще ранее. Тут неизвестное излучение, но это излучение как бы... Оно прошло и ушло, люди так считают, но мы считали ранее. Но мы сейчас знаем, что в результате экспериментов пространство, в первую очередь лабораторий, наполняется каким-то веществом, которое никуда не уходит. Оно в лабораториях некоторое время живет. Сейчас пока это время не очень... Не установлено, не очень понятно, какое время вот эти частицы живут в пространстве лаборатории. Поэтому теории вот типа того, что мы сегодня услышим, значит, вот они для нас, для тех, кто занимается холодным синтезом, очень важны. И еще один вопрос. Вот по сути дела я вопрос адресую уже Михаилу Яковлевичу. Вот он ведь по сути дела о материи говорит, которая заполняет пространство, материальном каком-то веществе. Вот эту тему, откуда он этот вывод делает, на основании чего? Вот это очень важно. Друзья, я закончил и слово передаю Михаилу Яковлевичу Иванову. Валерий Николаевич, большое спасибо за представление. Добрый день, коллеги. Несколько менее двух лет назад я сделал доклад на семинаре Климова-Зателепина, где рассказал о возможности единого описания силовых полей. Вот на основе уравнения, которое представлено на данном слайде, желтым. И я надеюсь, что хорошо видно мой показ. Да, хорошо видно. Хорошо видно. Вот это уравнение, которое содержит, это оператор Лапласа, действующий на φ и d квадрат, дубаевский равен, сравняется два синус гиперболических φ. Это уравнение Пуассона. Описывает силовые поля, как гравитационные, так и электромагнитные, но и сильные и слабые взаимодействия, что я попытаюсь еще раз показать. Об этом речь шла. Извините, пожалуйста. Вот только у меня полоса на вашей формуле или нет? У меня нет, полосы нет никакой. Она у всех. У всех есть. Алексей Черепанов. Алексей, у всех. Да, Михаил Яковлевич, вот тут часть вашего слайда как-то какой-то полосой. Вот где сейчас ваш курсор? Да. Чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. Вот еще как-то эту полосу куда-то туда сдвинуть, потому что часть слайда пропадает. Да, молодец, Алексей, спасибо за замечание. Да, правильно. Может быть, по новой постараться подключиться? Как вы считаете? Вы знаете, давайте мы не будем терять время. Вот практически почти все видно. Давайте вот. Вот мы видим, вот я, например, вижу механикой томографии атома, вот это слово я вижу. Выше него уже ничего не видно. Ну там, да, здесь как раз у меня вы запустили демонстрацию экрана высвечена. Ну, хорошо, я тогда буду продолжать с вашего разрешения. Да, продолжайте. Ну, учитывайте, что вот чуть-чуть, вот давайте обозначим, курсор чуть-чуть выше поднимите. Еще, еще, еще чуть-чуть, еще. Вот выше этого мы уже ничего не видим. Понятно. Но у меня почти все укладывается в... Ну, тогда продолжайте. Ну, я буду продолжать, давайте, да. Но не будем сейчас экспериментировать. Ну, вот на первом слайде, где механикой томографии атома видна и записано, указано уравнение, вот оно описывает любые, как я подчеркнул, взаимодействия. Вот как пример, вот обратите внимание, если батут натягнут вот так, здесь пока курсор мы увидим, да? Мы все вот в этом районе прекрасно все видим. Прекрасно, так. Ну, вот если я положу две гири на батут, положу любой формы, круглой формы, либо вот здесь прямоугольной формы, и мы увидим, как батут располагается при этом, то эти две гири, если их не удерживать, они будут к центру стягиваться. И вот если они будут удерживаться, то в стационарном случае описываются они вот именно указанным уравнением. То есть здесь показано, что с помощью этого уравнения я фактически могу как бы вот притяжение двух одинаковых масс рассматривать и показывать с помощью данного уравнения и силового поля φ притяжение типа гравитационного. Потому что за пределами Дебаевского радиуса, мы имеем практически нулевую правую часть в числителе синуса, разница получается двух одинаковых величин, и мы имеем фактически закон обратных квадратов. Это как бы для поля гравитационного. Здесь я показываю другое поле, это уже томография атома представлена, и показано сильное взаимодействие, именно реальная картина, зарегистрированная реальная картина, как обычная томография любого мозга делается, любого, так сказать, предмета. И с помощью указанной томографии показаны силовые линии, я их называю силовыми линиями, и они представлены для иона золота, когда разогнанные ионы золота до релитвистской скорости создают определенный поток высокочастотных электромагнитных полн и позволяют тем самым проводить диагностику, томографию, ультра-релитвистскую томографию ионов золота, которые находятся вне указанного пучка. Михалыч, а вот эти вот линии, это что такое? Линии чего это? Это линии, которые демонстрируют… Это линии плотности, плотности чего? Это показаны линии, которые… Это фотография, фотографии тех линий, которые реально присутствуют. Это томография каждой точки в этой области вне ядра иона золота. И фактически его оболочка показана. Николай Ильич, вы мой вопрос не понимаете. Эти линии показывают, например, томографию мозга… Нет, это томография… Я понимаю, например, томография мозга показывает плотность мозгового вещества. Здесь что показано? Фотография. Будем говорить просто, что это фото атома, фото иона атома золота. И я сейчас поясню более подробно. Ну хорошо, дальше, да. Переходим, да. Так, но у меня не идет… А вы подвинуть слайд не можете, да? Не могу подвинуть слайд, да, к сожалению. Вы попробуйте… Вот есть кнопочки, а вот ваши это… А вот я даже удалось мне кое-что убрать. Нет, она вниз и вообще… Знаете что, Михаил Анатольевич, давайте действительно попробуйте еще раз презентацию вывесить. Еще раз. Да, здесь… Ее сейчас уберите, пожалуйста, и еще раз ее вывезти, да. Пока вы там вот пытаетесь это сделать, я все-таки еще раз вот это слово «фотография»… Я отвечу на вопрос, что мы видим. Да, вот нам важно, какова физическая сущность этих линий. Да, об этом будет идти речь, правильно. Хорошо, хорошо. Это мой посвященный доклад фактически. Подождем, подождем. Не будем торопиться. К сожалению, у меня здесь… Я, видимо, постараюсь сейчас опять войти. Вы хотите вообще выйти, да? Ну, давайте тогда, это очень просто. Давайте, выйдите из конференции, из нашего семинара, еще раз войдите. Это секундное дело. Когда он выйдет, пусть загрузит сначала слайды. Да, сейчас мы попытаемся это сделать. Николай Яковлевич, вот тот совет был, я так понимаю, Савченко. Вы перед тем, как к нам войдете, вы запустите свою презентацию, чтобы она у вас была на экране, а потом к нам входите. Вот совет такой. А потом, когда вы экран свой откроете нам, то мы увидим сразу презентацию. Так, ну, меня, видимо, придется сейчас мне опять загружаться. Вот я только что вам сказал, что найдите красную клавишу «Завершение», на которой написано, и выйдите вообще из конференции. И заново войдите, потом заново загрузите презентацию. Да, постараемся сейчас делать. Михаил Яковлевич, нажмите «Демонстрация экрана», и тогда все получится. Если бы она у меня была высвечена, я бы с удовольствием это сделал. Давайте, друзья, мы не будем все влезать, потому что Валерий Покурин, вы опоздали. Михаил Яковлевич, давайте не тянуть резину. Вы выключайтесь, выходите из зума. Я полностью постараюсь выключить сейчас. Да, да, пожалуйста. Вот пока он там выключается, вот он выключился, да. Значит, я для нашей аудитории расскажу, что одним из особенностей решения вот такого уравнения, которое вот только что мы видели, что d квадрат умножить на лапласиан фи равняется 2 синуса гиперболических фи. Вот, в отличие от типичного уравнения вот Дебая-Хюкеля, в котором в правой части не синус, а стоит просто фи. Вот, это приводит, ну, с коэффициентом там каким-то связанным, опять тоже с диффузионным типа, диффузионным коэффициентом. Отличие состоит в том, решение состоит, отличие состоит в том, что мы вот увидим на картинках, которые, они приводились вот в объявлении, которое я вывешивал, и он сегодня наверняка покажет. Значит, такой там своеобразный провальчик в окрестности нуля, очень важный. Вот, у решения обычного пуассона такого провальчика нет. Вот, и это какая-то вот важная характеристика пространства около-околочастицы, которое создает поле вокруг себя. Околочастицы поле сильно отличается от поля обычного единицы на Р-квадрат. Очень сильно отличается. Вот это, вот это, спасибо Иванову, он этот вопрос уже изучает довольно давно. Его, на него как-то не обращают внимания, он как-то в стороне находится этот вопрос. А он, на самом деле, на мой взгляд, чрезвычайно важен. Непонятно, почему он не входит, в чем там проблема. Сейчас я ему позвоню. Так он ведь сказал, он компьютер перегружает. Зачем компьютер перегружает? Я не понимаю. Просто зум надо было выключить. Вот мы слышим друг друга, но не слышим. Вот такая вот странная история. Нам только кажется, что мы слышим друг друга. Если мне позволят, я могу сказать, что в теоретической физике подобное уравнение все-таки используется, ну, как модель. В теоретической физике есть такое уравнение, оно называется уравнение Штюкельберга. Это уравнение Максвелла для пустоты, но справа из стороны стоит само поле. Он пишется, обычно это уравнение пишется для потенциала. И вот у вас получается, допустим, оператор Даламбера действует на потенциал слева, а справа стоит какая-то константа, умноженная на сам потенциал. То есть это обобщение уравнений электромагнитного поля для пустоты. Справа стоит не ноль, а потенциал. И вот это уравнение, оно вообще, это называется тяжелый фотон. Если ноль когда стоит, то это просто фотон. А если там справа стоит источник в виде константы, умноженная на потенциал, то это тяжелые фонтоны. То есть такие схемы, такие модели изучались, подобные. Да, Геннадий Иванович, спасибо за комментарий. Но у него стоит не просто потенциал в правой части, а у него стоит синус от потенциала. Причем синус гиперболический. Вот, вот что у него в правой части стоит. Вот, и это, вот, там причем я сейчас уже детали не помню. Вывод такой, вот это уравнение, такой математический, такой очень, такой трюк математический делается, но вывод очень красивый, я бы так сказал. В правой части, то есть не сама функция стоит, а гиперболический синус от нее, от потенциала. И это приводит к тому, что распределение потенциала от нуля и дальше, до бесконечности, оно около нуля, имеет такой ход ниже, чем вот когда справа стоит ноль, или даже фи будет стоять справа. Вот, ниже идет. Вот, фи этого, этого, у Дебая стоит. Вот, ниже, ниже просто идет. Вот, и вот это вот такая, значит, интересная вещь. Сейчас, где же он интересный, скажем, одевался. Странно, вот все просто почему-то. Друзья, извините, пожалуйста, такие вот накладки какие-то. Я подключился заново, все стер, что было, что мешало. Так что делаю демонстрацию экрана. Давайте, включайте демонстрацию экрана, да. Все, вот теперь видно? Вот теперь видим, ну, полоса по-прежнему, причем она почему-то еще шире стала. Такая огромная широкая полоса. Это сбой связи какой-то. Нет, это не сбой связи. И это, ну, давайте двигаться дальше, потому что мы уже тут 20 минут. Да, уже много времени потеряли. 25 минут уже потеряли, да. 20 минут, по крайней мере. Ну, я тогда буду листать таким образом, вот, что сейчас удаем. Да, попробуйте сейчас листать. Вот это первый. Вот это? Да, листается. Все, давайте, давайте, продолжайте. Мы будем больше экспериментировать. Разрешите, я просто буду делать доклад, уже действительно много потеряли время. Так будет представлено. Полноэкранный режим включите. Михаил Яковлевич, продолжайте. Не обращайте внимания. Это люди включают почему-то звук, не понимая, что они включают. Понятно. Значит, включите... Вы, значит, понимаете. Вам говорят, включите полноэкранный режим. Александр Просвирнов, я вас прошу не включать звук. Вы все время включаете зачем-то звук. Михаил Яковлевич, продолжайте. Так, продолжаю. Значит, план доклада. Будет представлено введение механика силовых полей. Затем я более подробно остановлюсь на механике атома. И, исходя из анализа размерности, представлю основные параметры. Ну и будет потом закон о сохранении и заключение сделано. Прежде всего, я представлю релитвийский коллайдер тяжелых ионов. Что касается уравнений, которое здесь записано, уравнение Пуассона-Больцемна, оно было рассмотрено вот на предыдущем нашем вебинаре. Здесь я буду рассматривать результаты, уже полученные на релитвийском коллайдере тяжелых ионов Бухенвальдской, Брукхевенской национальной лаборатории. И это релитвийский коллайдер, который разгоняет ионы до релитвийских скоростей и затем создает определенные воздействия на стоящие ионы. Взаимодействие с фотонами эти ионы показывают структуру атома, иона, в данном случае золота. И результаты стандартным образом картографируются, как обычной томографии, вот ядерной магнитной резонансной томографии. И удается картографировать в масштабах фемтометров 10-15 метра. И фактически можно назвать, что это первая регистрация силовых линий Фарадея. Значит, я вернусь к основной фотографии. Вот это именно есть фото, картографированное изображение внешней оболочки иона золота. Михаил Ильич, еще раз, пожалуйста, очень важно. Это ион золота облучается фотонным потоком каким-то, да? Фотонный поток определяется, я более подробнее скажу дальше. Разгоняются те же самые ионы золота до скоростей, релитвийских скоростей, три девятки порядка. И они создают возможность облучать этими фотонами, которые идут от ионов при их разгоне, стоящие атомы. И вот стоящий атом, у него расщепляются воздействия обычным способом воздействия, как в томографе. И удается картографировать, представить картину буквально по аналогии с обычной… Но атом облучается фотонами от других двигающихся атомов, правильно я понимаю? От двигающихся частиц, да. Я более подробно здесь давайте все-таки прочитаю, что планировали исследовать с помощью этого коллайдера форму материи. Однако группа ученых решила использовать коллайдер, чтобы проанализировать столкновение фотонов и изучить подробнее стоящее атомное ядро того же золота. Известно, что, ну, здесь взаимодействуя с фотонами, которые идут от потока релитвийских ионов, глиона создает промежуточную частицу Ро. Это я дословный перевод даю, который моментально распадается на два заряженных Пи-мезона, Пи плюс и Пи минус, и по скорости и углу, под которыми эти частицы попадают в детектор, позволяя, удается очень точно отобразить расположение глионов в ядре, именно в стоящем ядре иона золота. И результаты картографируются в масштабе фемтометров 10 минус 15 метра. То есть мы получаем фотографию, фотографию внешней оболочки иона золота. А вот, Михаил Яковлевич, вот вы сейчас вот на этот рисунок, у вас курсор, где здесь вот 10 минус 15, покажите. 10 минус 15, вот диаметр, вот этот диаметр. Где черное, да? Где черное? Да, где черное заканчивается, это тот, куда не доходят детектирующие частицы, вот фотоны, не доходят, а внешняя часть этой внешней оболочки, иона, удается картографировать. И полная внешняя часть оболочки вот показана на данной фигурке, вот полностью. А здесь представлено просто увеличено несколько часть фото, которое видно вот в результате указанной томографии. И размер, я представлю, размер атома порядка 10 минус 15. И вот эта внешняя оболочка, удается ее таким образом представить и сфотографировать. Фактически фотография в масштабах 10 минус 15 метра. То есть фотография в масштабах 7 метров внешней оболочки иона. Это внешняя оболочка иона. Статья указана, опубликована была в январе этого года, вот она здесь представлена. Йон золото, когда нет либо одного электрона, либо двух-трех внешних электронов, удается с помощью вот такого метода томографии, ультралитвистской томографии ядер, представить уже полностью фотографию тех силовых линий, которые идут от иона, от 10 минус 15 центометров и во внешнюю область. Здесь представлены расчеты с помощью уравнения, вот то, которое здесь было представлено, распределение потенциала, распределение потенциала, вот в указанном облаке, начиная от 10 минус 15 и вот до внешней оболочки, на которой должен был бы находиться тот внешний электрон, внешний электрон, который в данном случае отсутствует, потому что это йон золото без внешнего электрона. Но я очень кратко остановлюсь, вот на релитивистском коллайдере тяжелых йонов можно найти вот в соответствующей работе Кебина полностью, и представлены здесь те возможности, которые в этой лаборатории удается использовать для регистрации указанного внешней части йона. И регистрация происходит, я немножко более подробно остановлюсь, вот на регистрации, на вот тех глионов, которые показаны, которые фактически можно считать силовыми линиями Фарадея. Вот кварков не обнаружено в этой фотографии, а обнаружено четко вот эти линии, которые были представлены. Таким образом происходит данная томография. Йоны золота, разгоняющиеся до релитивистских скоростей, создают уходящие N-волны в той сплошной среде, которая, ну в эфире фактически, через которое двигаются в коллайдере указанные йоны. И, так у меня, извините, я поставлю зарядку. Все, зарядка у меня включена, чтобы… И с помощью потока идущих N-волн, эти N-волны по аналогии с трансзвуковым обтеканием любого шара, любой йон обтекается типа, так сказать… Михаил Яковлевич, вот эти N-волны – это ваша трактовка или это из статьи, которую вы сейчас описываете? Нет, я показываю, каким образом обтекаются на… Это ваша трактовка эксперимента. Да, моя трактовка. Каким образом получается поле N-волн. Нам надо получить для томографии определенный поток частиц, поток N-волн. Ну, это именно фотонный поток, который является электромагнитным излучением от летящих йонов золота. Значит, когда я говорю о потоке частиц от йонов золота, это трактовка именно та, которая дана в статье исходной. Я могу просто представить всю математику этих линий типа N-волн, исходя из механики сплошной среды. И тогда мы можем с помощью вот такой регистрации воздействовать на настоящие йоны и получать их изображение. То есть фотографию томографировать, полностью картографировать этот йон и увидеть, что же его окружает. Что окружает указанный йон? Ну, математику я могу, которую уже с моей интерпретацией, с помощью волновых уравнений и вот движущихся волн для этого уравнения, можно рассмотреть, каким образом эти волны доходят до стоящих йонов. И тем самым, ну вот здесь я кратко представлю, это анализ релитивистской томографии. Вот здесь представлены два йона. Вот один летящий йон, который производит данные эти взяты из непосредственно работы, опубликованной в январе этого года. Значит, вот летящий йон, который производит вот такой поток релитивистских электромагнитного излучения, воздействует настоящий йон и при воздействии с внешней оболочкой расщепляется на два решения, ну, π плюс и π минус, что для волнового уравнения, ну, хорошо математически известно. И мы тем самым регистрируя уходящие, вот указанные возмущения от внешней оболочки стоящего йона, можем представить фото, фотографию полностью внешней оболочки йона. То есть такая картография позволяет видеть, что же на самом деле присутствует в этом пространстве между последней орбитой электрона, который, так сказать, оторван от йона, и увидеть последний слой данного пространства уже ядра. Михаил Вяковлевич, а вот эти ионы золота, они полностью ионизованы или частично? Нет, частично, только внешняя оболочка, либо один электрон для ряда случаев. В основном это один электрон оторван, но когда разгоняют релитивистские ионы, там могут быть двукратные ионизованные, троекратные реализованные ионы. Это в разгоняемом потоке. Воздействие от релитивистского потока йона на уже стоящий йон удается показать картину около внешней оболочки йона. И мы видим вот эту внешнюю оболочку йона. Обычный способ томографии, когда мы двумя отходящими от точки регистрации лучами можем восстановить томографию и восстановить картину, вот она здесь представлена, полностью структуру этого йона. Значит, в этой статье рисунки, вот эти фотографии взяты из статьи, и мы видим реальную материю во внешней оболочке йона. Значит, эта интерпретация совпадает с полностью той интерпретацией, которая дана в данной работе. То есть представлена эта фотография и показаны наличие вот таких линий. Их можно, я их интерпретирую как силовые линии Фарадея, которые можно рассчитать и показать распределение потенциала от поверхности йона золота до внешней части. Электрон находится на внешней оболочке. Михаил Яковлевич, вы все время говорите поверхности йона золота, то есть это поверхности ядра иона золота или поверхности йона золота? О чем вы говорите? Это поверхность ядра, поверхность ядра, но она окружена электронными оболочками. Так вот, электронная оболочка этого йона золота, она от ядра, вот здесь показано ядро, до внешней оболочки, до внешней оболочки есть распределение потенциала, которое можно рассчитать. Расчет указанного потенциала. Михаил Яковлевич, если ядро 10 минус 15, а внешняя оболочка, вот самый второй, как бы второй электрон, это будет примерно 10 минус 10. Понимаете, там 5 порядков, вот тут что-то как-то с пространством не очень понятно. Но здесь вопрос, конечно, требует дополнительного рассмотрения, но вот я привожу просто один к одному та фотография, которая была сделана для йона золота. Вот это и есть фотография. Возможно, речь идет о распределении между ядром и первой, самой внутренней оболочкой золота. Скорее всего, вот о чем идет речь. Именно об этом, да, это и есть. Но где наибольшая концентрация вот той материи, о которой, так сказать, темной материи, либо эфира, либо физического вакуума, вот это первая оболочка, которая четко сфотографирована и видна. Вот между йоном золота и нулевым, ну, первым К слоем электронов. Вот это вот хорошо видно. И следующий давайте мы рассмотрим. Вот примерно так же силовые линии видны в этом случае, ну, их можно регистрировать и другими способами. И рассматривая модель вот указанного атома, указанного йона золота, здесь я буду рассматривать уже математическое моделирование с помощью вот уравнения для потенциала силового поля, распределения потенциала вот в указанном йоне золота. Вот это цель. И мы сейчас переходим уже непосредственно к моделированию. При этом я остановлюсь на некоторых вопросах, которые предвосхищают указанное моделирование. В частности, вот известная температура космического микроводного излучения, известная температура позволяет с помощью методов размерности получить ту массу, характерную для внешнего эфира, можно сказать, физического вакуума. И вот указанная температура, исходя из соотношения МЦ, когда отравляется КТ, из уравнения Больсона, мне позволяет получить полностью величину массы и другие параметры. Плотность внешнего пространства, давление во внешнем пространстве. То есть все параметры можно рассчитать. И таким же образом можно рассмотреть и структуру математически рассчитать подобного слоя, уже поляризованной материи физического вакуума, которое удается регистрировать с помощью такого подхода с ультра-релитвистскими движущимися ионами и тем потоком излучения, которое идет от вот этих движущихся ионов. Ну, здесь я представлю ту же самую систему уравнений, которую можно записать это уравнение неразрывности, импульсов и энергии. Мы можем полностью записать законы сохранения вот для той среды, которые находятся, и моделировать и не только вот иону золота, но и вот другие параметры силовых взаимодействий. Но я немножко остановлюсь на моделировании уже единой теории силовых полей и уравнения нестационарных электромагнитных волн, которые позволяют получить вот такую структуру в томографии. Вот в этом случае расширенная система уравнений Максвелла может быть записана вот в таком виде с помощью дополнительных слагаемых. Здесь эта часть просто стандартного уравнения Максвелла для поперечных волн. Добавление вот таких градиентных слагаемых и дополнительных соотношений позволяет с помощью уравнения Максвелла моделировать не только поперечные, но и продольные волны. И с помощью вот такого типа подходов можно строить вот те линии тока, которые представлены. Ну вот я остановлюсь. Силовые линии Фарадея – это по аналогии с гидродинамикой. Если я напишу дивергенцию вектора скорости, то мы получаем линии тока в гидродинамике. Вот аналогичная дивергенция Е и дивергенция H дает мне силовые линии электрического поля и силовые линии магнитного поля. То есть математика вся становится аналогична той математике, к которой мы привыкли к гидродинамике, ну и которой пользовались и Максвелл, и Фарадей. Николай Яковлевич, вот это очень важный момент. Это вы заново вводите сейчас уравнение. Я вот первый раз такую систему у вас вижу уравнение. Нет, она также была введена, и она дополнительно позволяет моделировать не только поперечные волны, которые отходят. То есть вот такая система у вас раньше уже была, правильно я понимаю? Да, была. Но она позволяет представить наглядно силовые линии Фарадея. Вот давайте я рассмотрю данное уравнение для дивергенции Е. И по аналогии с полностью вот с дивергенцией скорости, когда мы строим линии тока при любом обтекании, я имею эти силовые линии Е, которые я могу построить вот для атома, вот для этого случая. То есть эти силовые линии совершенно так же представляются вот с помощью уже математики, нам хорошо знакомы, вот из гидродинамики. Вот и в связи с этим... Вот эта система уравнений, вы про нее пару слов скажите все-таки. Вот вы добавили член, вот коэффициент умножен на градиент Q, да? Q, это вот... Это плотность, это возмущение плотности силовых линий электрического поля. Когда мы... Вот в каких единицах Q измеряется? Q, ну это... Это что это? Ведь это заряд, это заряд, правильно? Это плотность силовых линий, это в единицах плотности. Плотность силовых линий для электрического поля. В плане... Можно для любой из этих величин, ну вот это в системе, так сказать, обычной электромагентной системе, и вот в той же самой системе можно представить и плотность силовых линий. C это просто имеет размерность... Ну, тогда должно быть уравнение, связывающее Q и E, например. Силовых линий чего? Чего? E или... Силовых линий E или силовых линий H? Чего это? Есть. Это вот первое уравнение Максвелла, которое без градиентного члена, обычное уравнение Максвелла, D, E, P, D, T. Есть ротор H. А это просто дополнительный член, который включает плотность силовых линий, плотность, ну, самым таким традиционным... Ну, вам надо добавить уравнение, которое связывает E и Q. Это член. Добавляется член в уравнение вот с градиентом. Обычно такого типа, как в уравнениях импульсов мы имеем градиент давления, также здесь мы имеем градиент вот распределения вот плотности. А, я вижу, у вас вот эти два уравнения внизу, это и есть связь E и Q. Понятно, спасибо. А, это да, связь E и Q. Я тогда обращаю внимание, что Q, если мы посмотрим вот на обычное уравнение, очень похоже, что Q это просто есть плотность, ну, заряда. Плотность силовых линий, да. Плотность заряда, извините, в точность этого коэффициента. Потому что, ну, это очень похоже на обычное уравнение, которое из максимума. Да, продолжайте, спасибо. Ну, вот таким образом мы можем представить по аналогии с гидродинамикой, когда вот через строятся линии тока при любом обтекании, я могу построить такие же силовые линии вот на основе этого уравнения и представить вот эти силовые линии, как линии Фарадея вокруг атома золота. Это вот в таком плане, как было представлено. То есть, вот это и есть регистрация указанных силовых линий. То есть, с помощью вот такого типа подхода и уже материализации силовых линий мы можем полностью рассчитать и распределение потенциала, которое было представлено, распределение плотности и распределение любых параметров, концентрации этих силовых линий вот во внешнем слое иона золота. Поэтому здесь полностью вся математика позволяет дойти до фактически окончального, полного описания вот распределения указанных силовых линий. Это основная цель данного доклада. Моделирование, математическое моделирование вот такой структуры силовых линий, которые удается сделать с помощью вот подходов, гидрономических подходов для расширенной системы уравнений Максвелла, включающие наряду с поперечными волнами и продольные волны. Ну вот это основная часть доклада, которая математически есть. Я сейчас продемонстрирую несколько других экспериментов, которые подтверждают вот такого типа подхода и оценки. И, так сказать, уже мы перейду к выводам. Вот в частности, давайте рассмотрим эксперименты по имиджу. Вот это фотография электрона, которая также фактически включает распределение потенциала аналогично вот тем силовым линиям, но уже из-за того, что плотность распределения указанных здесь концентрации существенно меньше, и она будет показана далее, мы имеем вот другое распределение потенциала для электрона. Далее, вот я представлю распределение в поляризованном пространстве электрона. Та модель, которая была представлена и описана вот на предыдущем вот вебинаре, вот это поляризованное пространство электрона и та математика, которая как раз показывает уравнение для потенциала, распределения потенциала в этом поле, вот может быть совмещена и моделировать вот такого типа силовые линии уже в поляризованном пространстве электрона. Вот по аналогии с ионом золота, которое было получено вот при ультравильзивистской томографии. Ну, аналогично можно рассмотреть и другие. Вот поляризованное пространство нейтрона рассматривалось. Вот поляризованное пространство атома водорода здесь представлено. Это эксперименты. И для данного случая также мы можем рассчитать распределение потенциала и наличие указанных силовых линий Фарадея. Ну, дополнительно я здесь представлю также вот решение для атома водорода с помощью указанного соотношения. Ну, и продемонстрирую, что еще ряд экспериментов. Вот это возбужденный атом калия, вокруг которого удалось закрутить электрон. И мы можем также предположить, что в этой области также находятся силовые линии Фарадея, которые можно представить вот в виде аналогичного для ионов золота. Ну, вот такого типа еще эксперименты были, так сказать, вот для Пентоцена. Представим, вот это фотография Пентоцена и вот его представление с помощью указанного подхода. Так, и далее. Я остановлюсь только вот на некоторых подходах, которые в данном случае следует указать. Вот в данном случае классическая гравитация – это остаточное кулоновское взаимодействие в сосредоточенных узлах барионной материи, вне радиусов экранирования Дебая и Дюкеля. Вот описывается указанным соотношением. И мы можем всегда получить соответствующее соотношение для классической гравитации и для, так сказать, других силовых полей. То, что вот такого типа мы можем с помощью оценки оценить электромагнитное поле Земли и в частности оценить магнитное поле Земли и его интенсивность на полюсах около одного эрстета и вот в среднем вокруг поля. Это, соответственно, магнитное поле Земли и других немецких тел находится полностью в пропорциональной зависимости от механического момента вращения. И вот в работе Блэкета представлен данный график, который показывает, что действительно гравитация может быть определена именно как остаточное взаимодействие электрического взаимодействия. Но из этого же уравнения мы можем рассматривать и физику сопротивления материалов, то есть описывая распределение потенциала с помощью указанного уравнения, и получить закон Гука. В этом случае также этим уравнением описывается. И с помощью вот этих же соотношений можно оценить плотность заряда и давления внутри протона. Вот в работе Блэкета давление внутри протона было обнаружено и показано, что достигает 10.35 Паскаля. Вот с помощью оценок, основанных на проведенных параметрах, мы можем построить единую теорию силовых полей, где вот показан и Дебаевский радиус для этого случая, для электромагнитных полей во внешнем пространстве, для слабых, сильных взаимодействий. И вот эта концентрация 10-57 мне и дает как раз ту величину давления, которое наблюдается в протоне. То есть вот дополнительно нам удается подтвердить правильность указанных выводов. Но так я еще приведу просто несколько представлений, что по концентрации частиц можно для химических реакций указать концентрацию, для нейтронов указать концентрацию, для ядер концентрацию указанной материи, и вот для внешнего свободного пространства тоже указать концентрацию указанных величин. Ну вот, в частности, распределение давления внутри протона получается полностью соответствующей экспериментальным данным. Ну и здесь дополнительно приведены примеры для гелия, для водорода подходов, и, так сказать, показаны здесь уже модельно схемы силовых линий в указанных величинах. Ну вот, еще в заключение приведу, что мы для лития строили соответствующие параметры, вот для лития 5, ну, других. Вот я вам приведу тоже несколько примеров. Литий 6 и 7 представлен здесь. Ну, также удается с помощью такого же подхода строить различные спектры атомов водорода, которые отвечают вот распаду начального сжатия. Эти вещи были опубликованы в «Физической мысли России» уже в 1998 году. Затем вот в Калифорнии были опубликованы в 2000 году источники детектирования темной материи, темной энергии во Вселенной, вот аккуратная теория темной материи. Ну, и я перехожу вот к заключению, что вот унифицированный закон Гука-Ньютона-Кулона есть основа моделирования физического вакуума, который можно рассматривать как эфир, как темную материю, но они представлены силовыми линиями Фарадея, которые вот показаны были вот на первых слайдах. Силовые линии Фарадея и эфиры обнаружены впервые при ультрарелитивистской томографии ионов золота в работе, вот именно томографии ультрарелитивистских ионов, и в полном соответствии с тем теоретическим описанием, которое представлено и в этой работе, и в тех публикациях. Вот они здесь ниже представлены. Что классическая гравитация – это остаточное тулоновское взаимодействие, сосредоточившим в узлах барионной материи вне радиуса кронирования Дебая. В этом случае единым способом описываются стационарные, гравитационные, магнитные, сильные и слабые силовые поля. Распространение возмущений при этом описывается расширенной системой уравнения Максвелла-Пуассона, которая позволяет наряду с поперечными моделировать и продольные волны, и его фактически свести к механике за всю структуру атомов и ядер, в том числе. Но вот я заканчиваю еще последним слайдом, что это уже следующее, как в статье Ленина «Империопедицизм» «Материя исчезает, остается одним из уравнений», то в этой работе 1923 года материя появляется вновь. То есть вот эти материальные линии, которые представлены при томографии иона золота, позволяют действительно представить, что физический вакуум не является пустым пространством, а является действительно силовыми линиями Парадея, вполне реальными, которые можно материализовать. Ладно, спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Яковлевич. Друзья, докладчик закончил. Вопросы у кого-то есть? Сейчас стадия вопросов. Пожалуйста, вопросы. Давайте, да. Михаил Яковлевич, можно вопрос задать? Конечно, можно. Через меня, пожалуйста. Все, я даю слово подряд людям. Пожалуйста, не у Михаила Яковлевича спрашивайте, я сам буду давать, друзья. У нас такая схема. Евдокимов Юрий, пожалуйста, ваш вопрос. У меня вот вопрос, вот уравнение правая и левая часть, вот исходное уравнение, у вас размерности не совпадают? Совпадают, вы полностью. Это я вам выпишу полностью все размерности. Нет, это просто проверять. У вас гиперболийский синус, и там вы под него заводите потенциал. Ну, так нельзя писать. У вас должно быть безразмерной формы, нормирован должно быть потенциал. Да, конечно, он нормирован. Все уравнения записаны безразмерно, правильно? Нет, у вас в размерной форме записано все. Безразмерная. Потенциал записан безразмерно. Тогда к отношению к чему размерность у вас была безразмерная? Где эта величина? Эта величина взята единицей около поверхности. Вот у поверхности тела она была взята единицей. Ну, вот тогда надо привести, как раз обезразмерили потенциал. Да, я привожу, я покажу сейчас. А так нельзя писать, как вы написали, если так не говорить, что у вас был безразмерный потенциал. Вот, смотрите, вот распределение потенциала, он обезразмерен, вот единица. Это расчет по данному уравнению, где потенциал обезразмерен и равен, равен единице вот на внешней части поляризованного пространства. Да, вы здесь все правы. Вы правы и так и сделаны. Спасибо. Спасибо Юрию Кирилловичу. Значит, Савинков, Геннадий, пожалуйста, ваши вопросы. Михаил Юрьевич, ну, интересно, вы сделали доклад. У меня к вам несколько вопросов. Ну, у вас тут написано, значит, материализация физического вакуума электромагнитной природы. Да. Ну, был когда-то фильм «Формула любви», помните, по произведению Толстого. Там граф Калиострова, значит, в просвещенном 18 веке занимался материализацией чувственных идей. У него неплохо получалось тогда. Ну, не кажется ли вам, что физический вакуум в материализации не нуждаются? Он сам является материальным. Ну, вот оно показано. Нет, ну, вы же занимались материализацией, я спрашиваю, почему. И материальных взаимодействий ведь не бывает, согласны? А понятие поля вы думали 170 лет назад, как раз в 18 веке, чтобы хоть как-то объяснить взаимодействие на расстоянии? Нет, значит… Что-нибудь из чего состоит? У меня вопрос. Так может быть не материализация, а визуализация? В данном случае визуализация, но это с помощью силовых линий, которые являются материальными. Ну, так, наверное, по Фарадею. Визуализация. Ну, ладно. Ну, вот. Хорошо. Второй вопрос. У вас электроны вращаются на своих орбитах или нет в атоме золота? Внешне электрон отсутствует. И в ионе золота в данном случае все, так скажем, стационарное поле при их разгоне. Ну, если поле стационарное, то силовые линии тоже должны вращаться вместе с электронами? Нет, здесь данная картинка является стационарной. Ну, стационарные. Электроны вращаются? Внутри не вращаются. А также, если электроны… Ведь у нас статическое электрическое поле, оно характерно тем, что силовые линии выходят из положительных зарядов, входят в отрицательные заряды. Возрительными отрицательными являются электроны. Вот если у вас на какой-то самой орбите находятся электроны, на следующий еще электрон. Ну, вот они, если будут вращаться, силовые линии вместе с электронами, там все перепутается. У иона, у указанного иона, золото, силовые линии не вращаются. Они здесь расположены стационарно. То есть у вас условная модель, я так понимаю, это не фотография. Это фотография, ничего подобного. Это фотография, если у вас не вращаются силовые линии вместе с электронами. Да, электроны в данном случае находятся внутри оставшиеся Внешний электрон оторван У вас внутри ядра электроны? У вас же граница ядра вот в середине черненькая А снаружи это до первой оболочки, правильно? Ну правильно, но нет этого электрона Это внешний электрон оторванный Вот это внешняя часть Хорошо, внешний оторванный, но там же много электронов в золоте Фотография, это мгновенный снимок Это фотография Ну значит, а скорость вращения электронно учитывалась, чтобы это мгновенно совершить? Здесь нет, здесь нет никакой скорости Это стационарная картинка Потом у меня еще один вопрос Что значит поляризованное пространство атома? Там есть положительные, отрицательные заряды внутри Тогда где носители этих зарядов? Что являются носителями? Ведь без зарядов, зарядов без носителя не бывает Вот у вас поляризуется что-то? Есть, да, есть носители заряда Правильно? Это диполи, которые были рассмотрены Их носители заряда, да Диэлектрики предполагают, допустим, в диэлектрики Параметры этого диполя указаны Мне параметры интересуют, Михаил Яковлевич Меня интересует, что является носителями Раз он у вас поляризуется, что является носителями зарядов Вложительных, отрицательных Сейчас я покажу, да Геннадий, вот он пока ищет, я могу сказать Речь идет о том, что пространство заполнено Какими-то пока еще неизвестными частицами Которые формируют вакуум Вакуум материальный Почему очень материальны? А материальный Вот об этих частицах Какие-то он их М-частицами называет Вот они бывают двух зарядов у него А даже теперь уже я вижу и магнитные уже есть Вот тут какая-то вот такая Я понял, что так нарисовано Почему они поляризуются, а не заряжаются? Почему они зарядно поляризуются? Ну у него эти частицы, они уже обладают Как бы этим зарядом и поляризацией Под поляризацией около, например, электрона Или около ядра Михаил Яковлевич подразумевает Особое распределение вот этих вакуумных Заряженных частичек Вот вы его спросите Каков заряд этой индивидуальной вакуумной частицы? Да, здесь все оценено Вот представлены силовые линии Фарадея Которые создаются с диполей Вот в увеличенном виде представлено обычный диполь Эти заряды Их величина представлена Вот здесь величина Их длина 10 минут 20 Заряд 10 минут 20 Кулона И масса 5,6 на 10 минут 40 У нас электрон имеет единичный заряд А это у вас что за частичка с 10 минус 20? В кулонах Это заряд в кулонах Ну, то есть вы Еще, ну, короче говоря, это чистая фантастика Ну, ладно Почему? Вы на что опираетесь, когда выводите такую величину? Опираешься на данные, на температуру, на массу и на соответствующие параметры электроны Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не материлось Это можно, знаете, сколько угодно изобретать вот такие измышлизмы Ну, ладно, идем дальше Следующий вопрос Вот у вас тут написано такое выражение, как силовое поле Сила – это, как известно, количественная характеристика материального взаимодействия Ну, у вас, как, впрочем, у остальных, значит, сила – это стрелочки В ваших абстрактных математических моделях на бумаге в вашей голове Силовые линии направлены от плюса к минусу Что в них переносится от плюса к минусу? И чем? Стрелочки – это у вас в математике абстрактные символы в вашей голове А что это материальное взаимодействие? Там что, потоки или что-то толкающее? С помощью силовых линий Фарадея происходит материальное взаимодействие Что, с чем взаимодействуют в этих силовых линиях? Вот, я понимаю, понимаете, в чем дело Вы, математики, привыкли мыслить математическими образами У вас стрелочки Вы физику как-то игнорируете Геннадий, Геннадий, вы выскажитесь Геннадий, давайте дискуссию сейчас не будем У нас 5 вопросов Вы задали, он что-то сказал Следующий вопрос Еще один вопрос тогда У вас Так, сейчас огляну еще один вопрос Геннадий, я вам еще раз слово дам Михаил Последний вопрос Ну хорошо, пожалуйста, последний вопрос Значит, если у вас электростатическое поле То при чем здесь электромагнетизм? Вот объясните В электромагнетизме по Максвеллу нет статического электрического поля Там вихревое или индукционное электрическое поле В котором силовые линии замкнуты и закольцованы, и нет зарядов, а у вас заряды есть Я от вас процитировал, что у вас есть электромагнетизм Значит, данное уравнение описывает электростатическое поле Вы говорите об электромагнетизме При чем здесь электромагнетизм? Начнем с электростатики Потенциал фи Это потенциал электростатического поля Который позволяет построить и силовые линии этого поля И является чисто статическим Никакого вот здесь магнетизма никакого нет Подчеркиваю, нет Магнетизм появляется в тех нестационарных случаях Давайте я процитирую, Михаил Яковлевич Я цитирую Материализация физического вакуума и эфира Возможно с помощью силовых линий электромагнитной природы Правильно Теперь, значит, еще раз Геннадий, не мешайте, пожалуйста, отвечать Вы вопрос поставили, пусть он ответит Еще раз Стационарное электрическое поле Определяется силовыми линиями Которые представлены И даются решением указанного уравнения Это стационарные силовые линии Фарадея Чисто электростатические силовые линии Когда мы переходим уже к электромагнитному полю То в этом случае электрические определяются полностью Сейчас я покажу опять систему уравнений Требуется Вот она Вот это система Давайте вот здесь показать Это система уравнений Стандартная система уравнений Которая позволяет Наряду с силовыми линиями электрического поля Ввести, вот как дивергенция Аж вот здесь присутствует Ввести силовые линии магнитного поля По аналогии полной с гидродинамикой Эти силовые линии магнитного поля Сейчас я также могу их Михаил Яковлевич, мы это вот Вот эту всю Геннадий, я сейчас Помолчите, пожалуйста Я сейчас Михаил Яковлевичу поясню суть вопроса Он, видимо, не понимает Ему проще нужно ответить Геннадий Савенков вам говорит о том, что Магнетизм возникает в обычной электродинамике Только в результате движения А так просто магнетизм не возникает Но вы только что говорите, что у вас нет движения Вот он это противоречие просит вас разъяснить Вот в чем суть его вопроса Вам ответить очень просто У вас, кроме электрических зарядов Введены магнитные Нет, магнитных зарядов никаких нет Есть чисто электростатическое поле Которое определяется тем уравнением Неоднократно, но и выписанным Все, вы ответили, спасибо Вы ответили, то есть магнитных зарядов нет Спасибо Это очень важно Спасибо за важный момент Он обратил внимание Нет, я хочу уточнить Если вы говорите об электромагнитной природе То у вас силовые линии должны быть закольцованы А поле вихревым Правильно А у вас электростатическое поле В электромагнитном поле Геннадий, вы не правы Потому что если есть электроны Поле не будет закольцовано Конечно Если электромагнитное поле Подождите Нет, электрическое Электромагнитное поле состоит Из электростатического поля Если нет зарядов Это вихревое поле Это дискуссия Геннадий, давайте Вы задали правильные вопросы Давайте в дискуссии что-то вы скажете Михаил Кащенко, пожалуйста Следующий Значит, Михаил Яковлевич Вот в начале Валерий Николаевич пытался прояснить Но, на мой взгляд, сохранилась путаница Или я что-то не понимаю Вот та черная часть Вот этой Стартуем с этой фотографии Вот эта центральная черная часть Насколько я понимаю И вы пытаетесь формировать Фарадеевские линии Это просто-напросто Йом уже Никаких тут 10 минус 15 ядер нету Ядра это тут исчезающая точка в центре И вы проводите линии Из эффективного, положительного Так сказать, вы экранировали это ядро Кучей других электронов У вас возник йом А вот один электрон, который как бы болтается Вот по внешней оболочке Какой мы видим И силовые линии Эффективного, экранированного Уже электрического Михаил, Михаил, вопрос, вопрос Нет, так я уточнить Чуть-чуть давать вопрос Путаницу надо устранить Потому что тут уже иглюоны какие-то появились Какие иглюоны? Значит, если это Это, еще раз говорю Черная часть Это у вас просто йом Йом И вот один как бы оторванный электрон Болтается там где-то вверху И тогда у вас положительные линии исходят Нету тут никаких 10-15 масштабов Вот это у вас 10 минус 10 масштаб Уже черный И от него исходят положительные линии Ну поскольку как бы не заэкранированный Остается один заряд эффективный Положительный А это как бы усредненный Крутящийся, так сказать, по сферической оболочке Болтающийся электрон И из плюса у нас выходят силовые линии в минус Правильно я понимаю или нет? Никакие тут не глюоны Значит, глюоны, извините меня Здесь глюонов, да, вы правы Здесь никаких глюонов нет Это те силовые линии, которые отходят от иона Иона одна Вот один электрон оторван А заряд дает мне силовые линии И вот эти силовые линии Как в сферическом конденсаторе просто Да, правильно Абсолютно верно Это истерический конденсатор Михаил, вы проясняющий вопрос получили ответ? Я сейчас задам другой Давайте другой вопрос Значит, это во-первых Второе Конечно, силовые линии Так сказать, это вспомогательная математическая картинка Никакая это не материализация То есть, ну, густота их, как известно И тоже не надо наводить тень на плетень Густота их характеризует Именно густота А не отдельная силовая линия Формально, значит, величину поля Именно напряженности И тут тоже не надо ничего выдумывать Теперь я что хочу сказать Вот такой уже по существу вопрос Вы используете механику сплошных сред Так, ну, гидродинамику сплошных сред Понятно По самому определению По самому определению Значит, вы не учитываете возможность квантования пространства-времени Правильно Ну и вообще Здесь никакого квантования нет Значит, я понимаю, что и быть не может при таком описании Но у меня такой вопрос Вы предполагаете вообще Вот с точки зрения физической Что это квантование есть Или просто говорите Мы работаем на таких масштабах Допускаем, что это планковское Там 10 минус 33 И оно несущественно Или вы в принципе Такого квантования не признаете Нет, в данном случае Такое квантование не рассматривается Оно здесь не требуется Я понимаю Я понимаю То есть Ну вот Нет этого квантования Хорошо Теперь еще один вопрос Величина Вот здесь уже возникала Ну, как я понимаю То есть Вы мыслите себе Среду Состоящую Из вот Мелких частиц Но каждая частица Имеет дипольный Электрический момент Она уже поляризована Ну и в отличие Допустим От идеи Миркина Когда он говорит Вообще заряжена Эта среда у нас Так Вы говорите Нет Она нейтральна Как и большинство Так сказать Эфир Там неважно Темная материя Скрытая масса Все одно и то же Физический вакуум Значит Состоит из частичек Эти частички Уже имеют Электрический дипольный момент И вы массу оцениваете Из КТ Где там Значит Т Порядка трех там Кельвин МЦ квадрат И так далее Вот у меня теперь вопрос Значит Ну Л вы там привели Чтобы Плечо диполя Там оценить Заряд То у вас получается Тоже Значит Какую-то долю Очень малую От электрона Я что-то путаю 10 В кулонах 10 минус 20 0,5 на 10 минус 20 Да Кулон Так То есть Если у нас Обычный электрон Там 1,6 на 10 Минус 19 Да Здесь существенно меньше То есть Вы берете Ну Грубо говоря В три раза Опять Гоните под кварки Тогда получается Ну Не совсем Здесь кварки Мы не рассматриваем Но Можно оценить Нет Вы не рассматриваете Но берете Одну треть Грубо говоря Нет Не одну треть Нет Это конкретная оценка По электрону Можно оценить Заряд Этой частице Нет Я говорю Грубо Ну там 1,6 у электрона Да Вы берете Значит 0,5 на 10 Минус 20 Да То есть Ну грубо говоря В три раза Меньше Ну было бы там 1,5 Было бы Так сказать В три раза Меньше Хорошо Значит Ну Все Я для себя Уяснил вопрос Спасибо Нет Михаил Яковлевич Вы Отошли Этого Товарища К источнику К статье Где сказано Что черное Вот помечено Это ядро И там Производится Взаимодействие С глюоном Так что Надо читать Внимательно Исходную Статью Нет Ну Ну Тогда Я не понимаю Просто Извините Это Несколько Странно Очень Получается Тем более Что Михаил Яковлевич Только что Согласился Что это Типа Сферического Конденсатора Ну Потому что Вы надавили А вы Возьмите Статью Он вам Скажет Эту Статью Если он Мне скажет Я скажу Нет Нет Я не давлю Я просто Хочу для себя Прояснить Я статью Не читал Поэтому Прошу Простить Нет Мне бы хотелось Все-таки Вот здесь Статья Приведена Прочитаем Прочитаем Статью На нее Надо Вот она Эта статья Представлена В Начнут В этой Science Advance И Номер За 5 Января Этого года Михаил Яковлевич Давайте мы Сейчас Статью Читать не будем Мы надеемся Что вы ее Прочитали Вы Прочитали Вы один раз Сказали Что черное Это ядро И об этом Константинов Тут только что Указывал А теперь Указываете Что это вроде бы Весь и он То есть это на 5 порядков Больше Нет Это Кащенко И это некое противоречие Но я дискуссию Сейчас не затеваю Я просто Констатирую Ваши ответы Спасибо Кащенко За вопрос Мы еще К этим темам Сегодня вернемся В обсуждениях Михаил Еще есть вопросы У вас Да Это потом Хорошо Потом Спасибо Пакулин Пожалуйста Ваш вопрос Валерий Включите Микрофон Михаил Яковлевич Ваша работа Основана В основном На манипуляции С зарядом Вы считаете Что Даже атом водорода Должен иметь заряд Вы считаете Что Ваш эфир Тоже заряжен А что такое заряд Вы нам не говорите Можно дать Определение заряда Что такое заряд В данном случае Я определение заряда И физическую сущность Заряда Не рассматриваю Понял Спасибо Ответ получен Валерий Еще есть вопросы Да Пожалуйста Вопрос Более существенный У меня еще два вопроса Если вы позволите Валерий Николаевич Конечно Конечно Второй вопрос Тоже Такой базовый вопрос По гравитации Я хочу прямо задать вопрос Почему Луна Притягивается К земле Согласно Вашей теории Ну потому Что любая Барионная материя Имеет часть Электрического заряда И это Дает Силу Притяжения То есть Между ними Тянет Кулон Третий вопрос Где вы взяли Вот эту основную фотографию Которая сейчас Перед нами И которая обсуждается То ли это ядро То ли это И он И он Такой фотографии В статье Нету Я фотографию Я подготовил статью Перевел ее на русский язык Даже Специально подготовился К данному семинару Там Другие фотографии Которые есть у вас Также на слайде Я могу предъявить Эту Вот она у меня Готова к открытию Эта статья Там такой фотографии нет Это откуда-то Какая-то перепутка Нет Это именно Коллаборация Показала Указанную фотографию В дополнительных материалах Это есть фотография Можете ее Найти Если ссылки вам нужны Дополнительно Я могу их дать Зачем вы сослались Что она находится В работе 2 В работе 2 Ее нет Но Есть Пояснения Это Представлено Той же Коллаборации Дополнительные данные Об этом Мы ничего Нам не говорили Да Ну Ответ получен Я благодарю Иванов Согласен Что в этой статье Нет В этой статье Этой фотографии Нет Значит Это был легкий Обман С вашей стороны Нет Так Спасибо Поколину За Такие Серьезные Вопросы И замечания Валерий Это все Спасибо Вот Буйлин Игорь Я сто раз Просил имя свое Набрать Вы упорно Продолжайте Вот я не знаю Как с вами У меня бороться Забыл Забыл Извините Ладно Значит Я сообщил Публике Что это Игорь Буйлин Который Вот Себя Английскими Какими-то Буквами Обозначает Игорь Пожалуйста Ваш вопрос Первый вопрос А я не понял Вот эта фотография Это И он Покоящийся Или Реликтивист Покоящийся Это Покоящийся Да Тогда Такой вопрос Когда вы там Показывали Ваше уравнение Макс То вы Стали Говорить Очень Уже Повторяли Что Вот это Линии тока Линии тока Значит Потом Там Из-за того Что дивергенция Равна нулю Значит Видимо Получается Что Среда Несжимаемая Вот Значит Линии тока Но линии тока Значит Как известно Расположены Вдоль Поля скоростей Движения Значит Среды А потом Мы стали Говорить Что это Линии фарадея А линии фарадея Они вдоль Ускорения Должны Располагаться Так вот Вопрос Такой Так это Линии тока Жидкости Или Линии Тока Ее ускорения Нет Это линии Фарадеевские Силовые линии Которые Следуют Из-за Дивергенции Электрического Поля Мы можем Построить Поле Е Равняется Градиент Ну то есть Это не линии Тока Самой Жидкости Имею Эфира Это не Линии Движения Жидкости Нет Это Есть Линии Фарадея То есть У вас Получается Что Ускорение Сонаправленное Противонаправленное Ускорение В случае Никого Ускорения Нет Ну как же Нет А Е Это же Ускорение Е Электрическая Напряженность Это Ускорение Ну как же Нет Игорь Это у вас Какая-то Путаница Е К ускорениям Никакого Отношения Не имеет Ну По крайней мере Во всяких Теориях Эфира Е Является Конвективной Производной От Потока А конвективной Производной Это Есть Ускорение У него Своя Теория Эфира Она К тем Которые Вы имеете Отношение Ну хорошо А тогда Если уж Тем более Как вы говорите Что это Линия тока То тогда У вас Получается Что в центре У вас Источник Или сток Вот Значит Вопрос А куда же Стекает Или откуда Вытекает Материя Получается Потому что Если взять Известный Там Гидродинамический Диполь То там В центре Исток И Исток Они Совпадают Да То есть Текает И вытекает А у вас Получается Что Четвертое Измерение Что ли Вытекает Эфир И движется Значит По этим Линиям Заряженные тела Являются Истоком Силовых Линий Силовые Линии Это Не линии Тока Жидкости Аналогия По моему Тут какая-то Кутерница Положительная Является Отрицательным Стоком Я и говорю Что если бы Это были Линии Стока Силового Поля Это одно Было бы А это Линии Получается У автора Это линии Самой Жидкости Материи Материя Вытекает Из точки Откуда Она в этой Берется Непонятно Игорь Выступите Сегодня Чуть попозже Он ответил Ответ Такой Что у него Ничего не двигается Это просто Есть аналогия Вот ответ Как только Мы встаем На путь Линии Тока эфира Как только Мы встаем На путь Эфира То бесконечное Количество Таких Несуразностей Одну из которых Вы сейчас Попытались заметить Но я обращаю Ваше внимание Что в принципе У него Уравнение Не стационарной А в них Дивергенция Не равна нулю Поэтому Втекание И вытекание Не обязательно Должно быть Но это более Тонкий вопрос Спасибо Булину За вопросы Николай Магницкий Пожалуйста Ваш вопрос Михаил Яковлевич Я хотел задать вопрос По этой фотографии Но тут уже Несколько вопросов Было Сейчас понятно Что вообще Непонятно Что изображено На этой фотографии Но тем не менее Вопрос такой Что все-таки Если это Ион Золото То там Соответственно Должны быть Изображены Электроны То есть Вопрос Где у вас На этой фотографии Электроны Что из себя Представляет Электрон Ваша теория И размер Какой у вас Электрона Здесь Электрона Расположена Вот в этой Черной Точке А внешняя Часть Электрона Отсутствует В этих частях То есть Получается Что электронная Оболочка У вас Как-то Находится Вне электронов Да Нет Это вообще Как-то Странно Ну хорошо А Какой размер Электронов Они восточные Что ли Маленькие По кругу ядра Бегают Как вот Слева Нарисовано На картинке Или как-то По-другому Электроны Имеют Стандартно Очень малый Размер 10-17 Вот Но Около них Поляризованное Пространство Шуба Есть 10-10 Это известные Параметры Для электрона Поляризованная Шуба Электрона Составляет 10-10 Пример Совсем неизвестно Есть компенские Размеры электрона Которые Совсем другие Это Да Шуба Электрона 10-10 По оценкам Да Спасибо Я понял Ваша Точка зрения На этот Спасибо Николаю Значит Вот Александр Павлович Никитин Пожалуйста Михаил Яковлевич У меня Вопрос не к фотографии А вот Рядом График Гиперболический Жалко Что он Такой Маленький Хотелось бы Его прояснить И с этим Может Вопрос Возникнут Он Я думаю Он чей Он из статьи Или ваш Это мой Это мой Расчет Распределение Потенциала В Данном В атоме В атоме Золото Надо думать В ионе А в ионе Хорошо Начиная От точки Вот Где Обезразмерен Потенциал На единицу И на Внешнего поля Где излом Вот здесь На этом изломе Вот здесь Представлен Михаил Яковлевич Вот тут плохо видно Не можете сказать Да Я вижу Потенциал По ординат оси По оси Абцисс Что Радиус 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 Да И Самое Вот От Откуда В цифрах Не могли бы вы Откуда Начинается И В ядре Как кончается Порядок цифр Хотя бы Какой Порядок цифр Здесь И в чем измеряется Потенциал В чем измеряется Это Обезразмеренный Потенциал Отнесенный К величине На границе Вот на границе Черного поля Это Величина Потенциала В данной Точке А здесь Величина Которая Получается Уже При Заканчивании Силовых Линий Когда Вот же Распределение Просто единицы На эр Ну До бесконечности В смысле Да Идет Единица На Дальше Но Это Оборвано Вот Эта Величина Координата Отнесена К единице Михаил Михаил Яковлевич Я понимаю Что единица На границе Иона На внешней Границе Потенциал Равен Единицы На границе Иона Да А вот Михаил Яковлевич А вот Для чего Этот график Вот Поясните Немножко Для чего Он Вот Распределение Потенциала Оно Отличается От Единицы Делить На Р Если Мы Строим Просто Сферические Распределение Потенциала То получается Красная Линия Это Просто Единица На Р Потенциал Ну Решение Стандартное Решение Уравнения Лапласа Сферических Координатов В случае Когда Присутствует Поле Дополнительно Экранирующее Поле Частиц То Получается Вот Это Распределение Потенциала До Внешней Границы Равно А Экранирующее Поле Частиц Это Электроны Нет Это Вот Те Диполи Заряженные Диполи Которые Моделируют Темную Материю Моделируют Эпир В смысле Это Влияние Поля Да Да Ну По вашему Мнению Да Ну Хорошо И Это График Получается По этой Вашей Формуле Да Это Вот Формула Которая Ладно Спасибо Спасибо Не по формуле А по уравнению По уравнению Которое он вывел Спасибо Александру Павловичу За вопросы Значит Овшаров Евгений Михайлович Пожалуйста Михаил Михаил Яковлевич Думали бы О самом Главном Насколько Корректно Вообще Это Поставлен Эксперимент Первое Значит Дело в том Что у вас Не летит Один Ион А летит Их Миллионы Соответственно И стоят Тоже Не один Атом А стоят Множество Атомов Если вы Рассмотрите В плоскости События Которые Происходят В поперечном Сечении То у вас Получится Что они Находятся В разных Местах То есть Они Фактически Ни в одной Точке Находятся Для того Чтобы Вообще Как-то Что-то Определять А компьютер Томография Предполагает В первую очередь Для того Чтобы Что-то Нарисовать Надо иметь Две точки Координат Что улетело У вас Соответственно На Детекторы А детекторы У вас Пионовские Значит Там Ну Передо мной Вот сейчас Конкретно Этот самый Сам детектор Который Указан Там В одной Статее Вы указывали Значит На документ Соответственно Там Должно Быть Пролетный Детектор И детектор Который Регистрирует Уже Оконечно То Что Это Является Именно Тем Значит Тем Что Является То Что Регистрирует Непосредственно Сам Пион Вот Вопрос В том Что Вы Понимаете Насколько Маленькие Значит Размеры Атомов И Насколько Большие Размеры Значит Элементов Детектора Ну там Меньше 50 микрон Практически Не может быть Это Невозможно Сделать На сегодняшний день Это Самые Маленькие Детекторы Которые Вообще Существуют И Как Через Эти Две Точки Которые Пролетный И Окончательный Детектор Провести Точку Которая Точно Попадет В атом И Вообще Может Что-то Об атоме Сказать Это Какая-то Интегральная Картинка Которая Может получаться Только за Довольно Продолжительный Промежуток Времени То есть Это Не мгновенный Съемок То есть Это Все Сказки Про белого Бычка Что там Мгновенный Снимок И так далее И так далее Такого Не может быть Те Кто Занимается Регистрацией Они понимают Что это Интегральная Я привожу Здесь Одну Фигуру Где Есть Летящий Йон И Другой Йон Стоящий Который Является Уже Исследованным Йоном Ну вот Эти две Картинки Рядом Находят Но таких Это Там Тысячи Миллионы Вот Ну В данном Случае Считается Что они Регистрируют На один Йон А картинка Которая Регистрируется Вот она Представлена На один Йон Нельзя ничего Нарисовать Не сделает Там Это Коллективные События Ну Это я просто Говорю Потому что Евгений Михайлович Вопрос задан Ответ получен Давайте Вот Евгений Михайлович Еще Вы Выскажитесь Вот Вы вопрос Задали Коротко Иначе Мы Потеряем Суть Значит Вот Движения По докладу Вы Вы Еще Выступите И даже Я вас Прошу Выступить Васильев Пожалуйста Ваш Вопрос Меня Слышно Да Да Слышно К сожалению Камера у меня Выключается Ну Хоть звук Есть Значит Вот Фотография Это Есть Экспериментальный Факт И вот На фотографии Видна В микромасштабе Поля Видна Некоторая Секторность Вот Вот Это Явление Устойчивое Оно Появляется При каждом Таком Фотографировании Или Это Случайность И Были Были Какие-то Попытки Интерпретации Этой Секторности Не могу Я Ответить Спасибо Это Тоже Важное Было Это Не Это Вот Михаил Яковлевич Предыдущую Картинку Которую Вас Критиковали Вот Слайд Где Основная Картинка Силовых Линии Вот Про Эти Сектора Которые Тут На Этой Картинке Василий Спросил Это Очень Правильный Вопрос Спасибо Володь Чижов Пожалуйста Твой Вопрос Михаил Яковлевич Спасибо За Интересное Ваше Суждение Но Здесь Надо Конечно Сказать О том Что Я Тоже Смотрел Эту Работу Достаточно Внимательно Вот И Согласен С Евгением Шарон Или Александром Что Это Да Что Это Статически Набранное Картинка Понимаете Когда Вам Задали Вопрос О том Что Вращаются Электронные Или Нет Они Скорее Всего Вращаются Просто Это Статически Набранное Володь Ты Вопрос Должен Задать А ты Начал Рассуждать Давай Вопрос Задай Вот У меня Вопрос Такого Плана Вот Вы Рассматривали Я Все Так Как Статическую Или Как Динамическую Картину Собранную Из Картинка Понятно Но Это Неправильно Спасибо Спасибо Чижову Друзья Вопросы Все Исчерпаны Ну Я Тут Два Вопроса Еще Попробую Задать Михаил Яковлевич Вот Ну Я Я Я же Знаю Вы Человек Читаете Новые Работы Одна Из Новых Работ Сравнительной Вы Как-то Ее Подтянули Я Примерно Понимаю Смысл Как Она Тут Возникла Но Вот Все Так Меня Интересует Ваше Вот Это Уравнение Вот Оно Тут Желтым Значит Вот Дельта Фи Равняется Синус Синус Гиперболические Фи Вот Есть ли И Вам Известны ли какие-то экспериментальные подтверждения Особенности Которые В этом Уравнении Возникают По отношению К Единице На Р К К Уравнению Пуассона К Обычному Какие-то Экспериментальные Подтверждения Что Около Нуля Там Будет Провадчик Есть Экспериментальные Подтверждения Есть Экспериментальные Подтверждения Это Работа Да Вот Именно Этого Провала Да, есть. Ну, вот, может быть, сейчас на словах скажете, это кто, где, когда это было сделано, кем это было сделано. Но это уравнение дополнительно описывает действительно экранизацию изолированных зарядов с помощью диполей и в растворах. Нет, я про эксперимент говорю. Я понимаю, чего описывает уравнение. В эксперименте вот этот провальчик где-то кто-то видел. Да, наблюдался. Хорошо, спасибо. И тогда про Землю. Вот вопрос второй, значит. Ведь этот же провальчик должен быть и на Земле, если в гравитационном поле Земли, если вот ваша теория гравитации тут тоже работает. Вот на каком радиусе вот этот провал действует у Земли, для параметров Земли? Где отличие от единицы на r? Вот где отличие? На каком радиусе отличие от единицы на r будет? Я приведу табличку, да, сейчас для этого случая. Ну, может, словами просто скажете число. Сколько тысяч километров от Земли? Да, да, да. Есть расчет в километрах, да. Все еще там отличается от единицы на r. Знаешь, для... Так, секундочку. Для различных силовых характеристик табличка представлена. Вы ее приводили там. Да, я приводил, да. В силу такой скорости, в общем, ее не очень хорошо поняли, запомнили. Сейчас я постараюсь ее найти. Нет, она дальше была, дальше была, дальше. Дальше, наверное, да, вот. Михаил Альфович, ладно, давайте сейчас... Вот она, вот она, да. Вот эта табличка. Здесь длина, вот именно показана величина радиуса Дубаевского и оценка этого Дубаевского радиуса для различных взаимодействий. Вот это, вот это. Для гравитационного поля Земли. Не забудьте мутить, я говорю только о гравитации. Вот 2720, это от поверхности или от центра Земли? Нет, это для свободного пространства. Вот она, для Земли, вот Земля, последняя строчка. Это 86 километров. Это от поверхности Земли или от центра Земли? Ну, здесь до поверхности Земли, до. От 0, где? На поверхности Земли? Там уже на поверхности можно принять, что правая часть уже равна нулю. То есть это все внутри Земли. Все, вы ответите на мои вопросы. Друзья, значит, спасибо, все вопросы исчерпаны. Кто-то хочет выступить? Если я пока рук не вижу, но вот Офшарова хотел... А, вот есть, 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 есть. Пожалуйста. Да, но вот мы... Евгений Михайлович, вот вы не подняли руку, но очень хотелось бы, чтобы вы что-то сказали. Но, значит, вы будете там третьим, наверное, так? Тогда, Чибисов, пожалуйста, ваше выступление. Виктор, включите, пожалуйста, микрофон свой. Мы вас не слышим. Извиняюсь. Михаил Яковлевич, мне в вашем докладе, в вашей теории очень понравились несколько моментов. Во-первых, это вот дипольный подход к квантам, скажем так, эфира. То, что эти дипольчики выстраивают силовые линии, ну, это понятно. То, что гравитация, это взаимодействие вот этих вот силовых линий, выходящих от зарядов, ну, с одним моментом, то, что это не просто взаимодействие, это разница вот импульсов притяжения и импульсов отталкивания. Из-за разницы длины там вот сопряжение силовых линий притяжения и отталкивания. Вот. Но вот как вы это все соотнесли вот с этим экспериментом, это, на мой взгляд, проблематично. Вот та картинка, о которой тут было много споров, да, это вообще не томография атома. Это картинка, которую регистрирует детектор коллайдера. Это куча датчиков, поставленных вот на периферии вокруг, так сказать, центральной трубы, в которой летят эти частицы. И вот черное пятно в середине – это вот эта труба. А дальше вот детекторы. Что они регистрируют? Они регистрируют вот при взаимодействии, там, ну, ядер, скажем, в данном случае, отлетают разные частицы, и вот они между собой взаимодействуют, и в конце концов попадают их продукты в эти детекторы, и вот эти частички, эти детекторы взаимодействуют, так сказать. Там сделаны, да, большие выводы. Я начну с того, что вот несколько лет назад на этом детекторе было открыто такое явление, которое, ну, потрясло мир, что вот фотоны могут сталкиваться и образовывать материальные частицы. На самом деле, это именно на этом детекторе летели вот эти ядра, но стукались не ядра, а ядра пролетали мимо друг друга, а взаимодействовали вот те самые шубы, о которых вы тоже правильно говорите, вокруг ядер, да, это вот эти силовые линии. Ну, в классической физике считается, что это шуба фотонов, и что вот, дескать, взаимодействовали вот эти шубы фотонов, а регистрировали в детекторах электроны и позитроны. То есть это вот тут есть большой нюанс, что это не сами фотоны взаимодействовали, ну, вот как мы знаем их, вот электромагнитное излучение, а именно шубы ядер. Я не буду тут деталей вдаваться, да, но это вот большая разница. В данном случае, вот в этой новой статье, они пошли дальше. У них было взаимодействие вот этой шубы одного ядра, и вот эта шуба проходила уже не мимо ядра, а уже касалась второго ядра, и вот эти вот как бы шуба фотонов взаимодействовала с глюонами внутри второго ядра. Вот откуда тут появляются вот эти слова, что взаимодействие фотонов с глюонами. И они это интерпретируют как рождение вот этих ро-частиц особенных, там, которые распадаются на пемизоны, те дальше распадаются, и вот детектор все это собирает вот в такую лучистую картину. Это вот, к сожалению, совсем не томография ядра и электронный там оболочек вокруг ядра. Это вот большая разница. Ну, вот это то, что вы тут, на мой взгляд, немножко недопоняли, это не умаляет вот тех положительных моментов, о которых я сказал в начале, и которые вы как-то умеете рассчитывать, вот в этом кроется вообще большое положительное, так сказать, зерно вашей работы. Спасибо. Спасибо, Виктор. Ну, вот он выдвинул версию третью, что это и не ядро, это не внешность, а это не внешность иона, а это... Это картина детектора. Внешний радиус трубы, значит, радиус, на котором располагаются детекторы. И это, пожалуй, что правда. Спасибо Виктору за разъяснение. Сегодня еще сейчас нам кое-что Ошаров расскажет, я думаю, примерно похожее. Он об этом уже частично говорил. Геннадий, пожалуйста, ваш комментарий. Савенков. Включите микрофон, включите. Я хочу высказаться по поводу вопроса, который в процессе обсуждения возник. Это стационарное электрическое поле и вихревое электрическое поле. Я сейчас скажу крамольное. Все привыкли к пониманию электромагнитного излучения. Она действительно электромагнитная или нет? Ну, сначала определение электрического поля, которое все знают. Электрическое поле – это физическое поле, которое окружает каждый электрический заряд и оказывает силовое воздействие на все другие заряды, притягивая или отталкиваясь. Значит, вывод о том, что как электромагнетизм открывали Фарадей с Максвеллом. Значит, эксперимент был простой. Значит, переменная… Значит, электромагнитизм состоит из двух процессов. Электрический ток проводники порождает переменное магнитное поле, а переменное магнитное поле синхронно рождает электрическое поле. По первому пункту вопросов нет. А вот по второму, значит, пункту, когда переменное магнитное поле порождает электрическое, вывод сделан был на основании следующего эксперимента. Значит, переменное магнитное поле помещался проводник, в котором, значит, действительно наводилось ЭДС, Появлялся электрический ток, естественно, заряды и, естественно, электрическое поле. Вот на основании этого и был сделан данный вывод. Но вопрос здесь несколько в другом. Вот так работает трансформатор, все знают. Как электромагнитная волна распространяется в пространстве, где нет проводника? То есть был задан такой вопрос. Откуда распространяется в пространстве электромагнитной волны в вакууме? Могут находиться заряды. Раз нет зарядов, значит, получается, что статическое электрическое поле в данном случае не работает. Но для великих ученых, таких как Максвелла, проблемой не оказалось. И он придумал. Он поставил другой эксперимент. Он заявил, что там создается не статическое электрическое поле, а остается вихревое или индукционное электрическое поле, в котором нет зарядов. Что значит нет зарядов? Силовые линии закольцовываются. А как он это дело доказал? Он просто взял кольцевой проводник, поставил там амперметр, подвигал внутри этого кольцевого проводника магнитом. Действительно появилось ЭДС, появились заряды и появилось электрическое поле. Вот на основании этого эксперимента был сделан вывод, что даже если не будет проводника, то в пространстве, где нет проводника, будет создаваться переменно-магнитным полем электрическое поле, которое называют индукционом или вихревым. Значит, этому изобретению уже 170 лет. Но здесь есть одно «но». Все в это верят, и никто вопросов не задает. А одно «но» заключается в том, что свет в электрическом поле не отклоняется. И никак со светом не взаимодействует. С магнитным полем, скажем, свет взаимодействует. Там есть эффект парадея, вызываемый магнитным полем вращения плоскости поляризации, или эффект Керовым. Он состоит в изменении характеристик световой волны при отражении магнитной среды. Вот так 170 лет никто не задавал вопросов. Почему так? Почему не иначе? То есть очевидно, что там не электрическое поле, скорее всего. А какое поле у нас представляется с замкнутыми силовыми линиями? А это магнитное поле. То есть это крамола, конечно. Но вот этому изобретению 170 лет никто не задавался вопросом. Вот кто может объяснить, почему во внешнем электрическом поле свет не отклоняется? Не только свет, рентген не отклоняется, ультрафиолет не отклоняется. То есть там нет электрических зарядов. То есть само определение электрического поля, данное Максвеллом, оно некорректно, оно не соответствует первоначальному определению. Вот в чем суть. У меня все. Спасибо, Геннадий. Ну, надо подумать над замечанием. Это не замечание, это факт, это факт. Да, но все-таки надо подумать, потому что свет... Геннадий, я вас поддерживаю, молодец. На самом деле, давайте, друзья, это у нас тут не этот самый, не митинг, у нас научный семинар, тут давайте мы придерживаться. Вопрос может быть и правильный, но на самом деле электромагнитные поля, они складываются и вычитаются, так же, как волны проходят одна сквозь другую на озере, например, на поверхности. Тут надо подумать над замечанием Савенкова. Но, тем не менее, спасибо ему. И вот Евгений Михайлович Афшаров, пожалуйста, он, наверное, тут новых нам фактиков подбросит относительно этой статьи. Валерий Николаевич, я могу демонстрацию экрана открыть, одну вещь покажу? Да, конечно. Михаил Яковлевич, пожалуйста, свою демонстрацию сейчас уберите. Его нету демонстрации. Я открыл уже. Ее видно? Все с запозданием идет. Сейчас мы видим, да. Значит, вот это тот самый детектор, на котором вот эта регистрация фактически происходила. Значит, для общего представления, что собой представляет детектор такого класса? Он, в принципе, очень похож на детектор, который используется в позитронно-эмиссионном томографе, только там нет одной вещи. Там нет вот этого центрального триггера. То есть это пролетный детектор, который регистрирует, что через вот данную ячейку у вас проскочила какая-то частица, и он запускает тогда ячейки, стоящие рядом, для того, чтобы выше них, соответственно, отрегистрировать, что именно вот такой вид частицы у вас пролетел. Ну, в данном случае здесь, значит, неважно какой конкретно сам детектор, важно, что регистрируется вот такая вещь, что у вас есть две координаты. Это координата первая, вот этой самой, значит, триггерной ячейки. И координата, значит, вот там, где регистрируется на конце у вас, фактически идет регистрация в электронном виде этого события. Значит, почему, значит, в позитронно-эмиссионном томографе там нет этой триггерной ячейки, а есть две ячейки, а просто только вот такие кольцевые, значит, ячейки, которые регистрируют само событие. Но они регистрируют там две вещи. Они регистрируют, значит, энергию, так как считалось, что два гамма-кванта должно вылететь. И регистрируют, значит, время события. То есть два события должны одновременно совпасть. Если у вас есть триггерная ячейка, вам время не нужно. То есть вы, значит, регистрируете, значит, данный момент и запускаете на регистрацию, значит, уже рядом стоящие вот ячейки, выше них расположенные, которые регистрируют саму частицу, которая должна пролететь. А там это, значит, пемизоны. Реально это то, что считается, значит, в теории, и то, что регистрируется самими этими детекторами. Причем эти пемизоны, они очень короткоживущие, и, соответственно, значит, вам нужно, чтобы детектор был достаточно близко расположен к самой трубе. И что же, значит, рисует этот детектор? Он может нарисовать две точки. Это, значит, наверху, где регистрируется, значит, само событие. И вторая вещь – это, значит, координаты самого триггерной ячейки. Через нее можно провести линию, по которой полетела эта частица. Значит, суммарная экспозиция всех этих линий, значит, через объект, а в данном случае это только труба, потому что ни о каком атоме здесь говорить нельзя, а ядре – это тем более, то есть это вообще там абсурдно по сути своей. В этой ситуации вы на самом деле делаете томограмму трубы. Но что вы получаете? Вы получаете траекторию частиц этих мизонов, которые вылетели из этой трубы. То есть они уже у вас пролетели и в вакуумную часть трубы, и вылетели за пределы, и полетели дальше. Вот что вы зарегистрировали. И то, что такой вариант события, он, во-первых, регистрация довольно-таки сложная, вещь этих самых комизонов, вторая вещь, то есть надо набрать большую статистику, чтобы такие вещи рисовать. Соответственно, это никакого мгновенного снимка не может быть. Почему? Потому что это интегрально всегда накапливается за определенное количество событий. То есть вы должны набрать порядка, ну, хотя бы 100 тысяч событий для того, чтобы хоть что-то нарисовать, потому что иначе у вас будут просто какие-то отдельные линии, и вы на них не сможете опереться. Так что реально это треки на самом деле, вот тех пионов, которые полетели по такому направлению. Ничего более этого, значит, в принципе, здесь определить нельзя. И, кстати, вот в позитронной эмиссионной томографии я в семинаре Самсоненко рассказывал, что они уперлись в то, что нет двух гамма-квантов летящих. Значит, летит только один, и там следовало сделать вот эту триггерную ячейку для того, чтобы определять координаты прохождения. Значит, координаты линий, по которой летит, значит, гамма-квант один. Но это однофотонная, а не двухфотонная эмиссионная томография. Ну, вот как бы я вот базовую часть вам рассказал, в принципе. Так что на самом деле это не снимок, это компьютерный рисунок, который получается в результате интеграции всех этих, значит, треков, которые собираются за какой-то промежуток времени. Спасибо, Евгений Михайлович. Евгений Михайлович, у меня к вам тогда вопрос. Вот смотрите, как мы знаем в томографии компьютерной, она потому так и называется, что на основании там двух там лучей, трех там лучей, получается объемная картинка, которая отнюдь не где-то вне томографа, а внутри томографа. Ведь вот когда ты залезаешь в томограф, и те мозги там просвечивают, мозги-то меньше, чем... Поэтому по Акулинской, я закончу свой вопрос, вы его практически поняли уже, но я закончу. По Акулинской замечание, что это черная дырка, это есть труба, я думаю, оно неправильное, потому что именно компьютер и восстановил что-то, что внутри там есть, но до какого-то определенного размера. Вот до какого размера вот эти компьютеры... Валерий Николаевич, смотрите, какая штука. Значит, во-первых, вы видите там, что там есть 12 секторов. Это означает, что там 12 групп детекторов. Между детектором... Вот тут вы прояснили нам, это спасибо, это здорово. Это значит, существует расстояние, к которому отсутствуют данные. Реально. Вторая вещь, что у вас ячейка вот этого детектора, но она в любом случае не может быть меньше 50 микрон. Понимаете? А если вы видите, какие там ячейки, на самом деле там очень сильно удлиненные ячейки, и для того, чтобы триггерную часть запустить, и потом, значит... Не, ну мой вопрос был к тому. До какого размера внутрь трубы они могут продвинуться? Вот в чем тут вопрос. Валерий Николаевич, смотрите как. Дело здесь не внутренней трубы. Дело в том, что размер детектора определяет размер того объекта, который вы можете получить. Значит, соответственно этому, значит, вы лучше 50 микрон, в принципе, получить не можете. Это вообще в идеальном случае. Какой там размер детектора, скорее, намного больше. Ну, примерно понятно. И, пожалуйста, можно с вами согласиться. Так все-таки ответьте, вот эта черная дырка на рисунке, что это такое? Это труба. Не может этого быть. Потому что когда мозги просвечивают, показывают внутреннее. Когда вас просвечивают в этой ситуации, у вас рентгеновская трубка находится с противоположной стороны, у вас детектор там, значит, где-то в размере пиксела 1 мм на 1 мм, но в реконструкции получается 0,5 на 0,5, потому что голова находится в центре этого изображения. Ну, проекционное увеличение у вас получается. И поэтому у вас лучше, чем полмиллиметра на полмиллиметра, получить вообще невозможно. Тогда я, если я правильно вас понимаю, то вот эта картинка, которую нам Иванов показывал сегодня, это не компьютерная томография внутренности трубы, а это есть просто сигналы, стуларный сигнал со всех детекторов. Это трактовая картина на прохождение частиц, причем только в одной плоскости показана. На самом деле там конус частиц летит. Ну да, да. То есть там компьютерной обработки внутренности, по-видимому, и нет. А не может быть ее в принципе? Вообще в принципе не может быть. Ну, я думаю, может быть, но они не делают. Нет, не может быть, Валерий Николаевич, нельзя получить детектором размером... Нет, я про другое говорю, вы меня не слышите. Я же не хочу добраться до атома, но хотя бы зайти внутрь до какого-то размера. Вот о чем я говорю. Валерий Николаевич, это можно было бы, если бы детекторы были не такие грубые, как там, а там ябл. Во-первых, это всегда происходит в электронной микроскопии просвечивающей. Там просто прямая проекция с соответствующим миллионным коэффициентом умножения. Так что, может быть. Вопрос в том, чему соответствует эта картинка, действительно. Да, да. Ну вот, мы почти поняли. Тут серьезно продвинулись понимания эти статьи. Всем огромное спасибо. Вот и Овшарову, и Пакулину, конечно. Спасибо огромное. Евгений Михайлович, у вас есть еще что-то? Нет, все. Спасибо, спасибо. Это было все очень интересно. Так, теперь, значит... Значит, к Михаилу Яковлевичу никаких претензий. Ну как, не он же этот эксперимент сделал, конечно. Какие к нему препятствия? Так, Бойлин, Игорь, пожалуйста. Да, еще раз добрый вечер. Ну, я хотел бы поговорить... Игорь, ближе к микрофону. Я бы хотел поговорить о нелюбимой вами Валерии теории эфира. Вот, приложение к данной работе. Значит, это самое... Значит, ну, общее представление всех, кто теоретизирует на эту тему о том, что такое протон, электроны, тогда это вихревые течения, замкнутые, ограниченные. И поэтому там никакой проблемы, значит, нарушения закона сохранения материи нет. Потому что там никакой источник бесконечный или там сток, ничего там такого вихря нет. Вот. Значит, это самое... Что касается абсурда всякого, ну, как-то, знаете, там, кварки, там, нейтрены, это тоже абсурд. Вот, почему-то это никого не волнует. Значит, на это откуда возникает вот в современной физике? Из-за ее отсутствия среды. Отсутствие среды приводит к тому, что необходимо все время придумать все новые частицы, чтобы объяснить все новые явления. Что касается вот этого эксперимента, точнее, описание его и интерпретация автора, значит, ну, вот уровень Максвелла, они, значит, это самое, полагают, что все это течение более-менее регулярное, вот, но, возможно, еще и турбулентность, понимаете, вот, а турбулентность, конечно, не может быть описано там, на уровне Меллера. Так вот, значит, мы что видим? Мы видим, что у нас вроде как поле потенциальное, потому что линии, входящие к центру, это, скорее, поле потенциальное, вот. Вот, но если там все-таки ядро состоит из протонов, нейтронов, которые являются вихрями, то, конечно, на дальних расстояниях, это может быть поле их совместное, да, вот, или течение, которое они создают, оно может выглядеть, конечно, как потенциальный поток. Но вблизи, а как раз автор говорит о очень близких расстояниях к ядру, этого, конечно, уже быть не может, то есть там течение тут очень сложное должно быть, вот, я что-то вот сомневаюсь, что такая картина должна была быть, если, конечно, исходить вот из теории вихревых структур, значит, которым являются протоны и нейтроны, вот, в современном представлении, вот. Дальше скажу свое чисто мнение, значит, детектируется с помощью фотонов, так называемых, я лично сомневаюсь в существовании фотонов, но почему квантуется порция энергии, которая поступает от возмущений электромагнитных в эфире, почему электрон, значит, поглощает и излучает каким-то порциями, потому что он сам является вихрем, и этот вихрь не может поглотить или там спустить произвольную порцию энергии, а только квантованную. Поэтому тут ничего такого, так сказать, удивительного нету, вот, получается, что по представлению, значит, Михаила Яковлевича, получается, что там летят какие-то ультралеративистские ядра, значит, и они, значит, излучают какие-то фотоны, которые просвечивают покоящееся ядро, и мы, значит, вот наблюдаем некоторую картину. Но дело-то в том, что при таком движении ультралеративистском, значит, разогнуло вот такое ядра, ну, я себе представляю это так, что там вот возникает, почему вот тут возникает проблема якобы бесконечного роста масс, то есть ускорителя. Потому что, на самом деле, такие вот частицы создают возмущенные потоки эфира, и тогда обтекание этих частиц в первом приближении можно считать становится отрывным, отрывное обтекание. А вот, отрывное обтекание, какая особенность, что за поверхностью обтекания, значит, сама среда, она либо покоится, либо вообще турбулентна. Вот. Ну и представьте себе, что у вас пролетает вот такое ядро, за ней идет мертвая зона, в которой, значит, турбулентное движение возникает. И вот это турбулентное движение начинает взаимодействовать с электронами, я так понимаю, да, которые вот еще остались в упокоящемся ионе. И понимаете, как это происходит, как сложный вихрь электронов взаимодействует с турбулентной средой, ну, сказать, я думаю, сейчас никто не может. Поэтому проблема, значит, вот эфиродинамического, значит, интерпретации того, что происходит в микромире, она крайне сложная, потому что течение-то... Мы в первом приближении только думаем, что течение ламинарное, там, и мы можем писать их к помощью уравнения Эллера, там, или уравнения Надьестокса, но на самом деле все не так. Так вот, значит, вот известная книжка «Статистическая гидродинамика» Еглома и Монинова, это два тома по 700 страниц. Вот в чем проблема. Проблема в том, что слишком сложные уравнения и слишком сложная картина мира, поэтому, к сожалению, однозначно дать такую картину, что там и как взаимодействует в микромире с помощью гидродинамики не представляется пока достоверно возможным. Спасибо Игорю Буйлину. Игорь, все-таки у меня настоятельное просьба в следующий раз попробуйте входить, потому что другие не знают, я вот вас запомнил, а другие вас никак запомнить, я думаю, не могут. Но удивительная вещь произошла, значит, нам только что два человека рассказали о том, что это не атом, а это гораздо больший объект, это Овшаров и Покулин, вот, а Игорь Буйлин продолжил вот эту линию обсуждения. Это, конечно, не так, здесь говорится расчетным образом, конечно, вот Михаил Яковлевич, он говорит о размерах атома, а экспериментально то, что он дал чужую статью, это, конечно, не размер атома, а в миллиарды раз большие размеры. Но я с Игорем Буйлиным согласен, вот было такое замечание, оно такое проскочило как-то очень коротко, я тут с ним соглашусь, пожалуй, что вот с фотоном, я бы так сказал, не все ясно. Фотон был введен, я напомню, в 20-е годы 20-го века, вот, для того, чтобы объяснить, значит, вот, некоторые явления, в частности, фотоэффект и камптоновское рассеяние, а вот, чтобы объяснить, вот, как эта передача импульса осуществляется. Сейчас уже мы можем это по другому уравнению написать, а вот идеология фотона, она все живет и процветает. Пожалуй, что я вот в этом смысле с Игорем Буйлиным согласен, с фотоном не все ясно. Спасибо за замечание, и, значит, вот Сергей Мизин, молодец он указал, из какого он института, институт очень уважаемый. Сергей, пожалуйста. Да, спасибо, я постараюсь максимально кратко, значит, два замечания, первое, значит, я с Михаилом Яковлевичем плотно работаю как раз над моделью эфира физической, тут был упрек, что действительно там со стороны физики, что надо больше со стороны физики, значит, вот со стороны физики, значит, меня больше всего впечатлило, вот, на тему эфирных моделей, несколько лет назад, найденная модель Анатолия Васильевича Рыкова, питерского геофизика, к сожалению, уже шесть лет как покойного, вот, поэтому, как бы, но сайт его есть, там две или три редакции его книги выложены, и кое-что из конференции сохранилось. Ну, значит, я подходил именно с точки зрения физики, значит, чем убедить на его модель, значит, вот, большая часть моделей, которые не модели Рыкова, они, значит, подходят к эфиру как к газу, газ, жидкость и так далее, но вот с точки зрения физики, если подходить, то, смотрите, значит, у нас по эфиру распространяются электромагнитные волны, ну, это моя точка зрения, что электромагнитным волнам не почему больше распространяться, как по эфиру, потому что, ну, что распространяется с постоянной скоростью всегда, так сказать, от месторождения до волны, значит, электромагнитная волна, значит, так вот, значит, смотрите, электромагнитное излучение у нас по всей Вселенной распространяется на астрономические расстояния практически идеально, то есть, ну, с минимальными потерями энергии, там, типа постоянной Хаббла, идеально изотропно, по любым частотам с ничтожными амплитудами распространяются на астрономические расстояния. Если же мы смотрим распространение, скажем, акустических волн по газам, по жидкостям, то гигантская, так сказать, вот, амплитуда взрыва, например, ну, по воздуху, по газу, она распространяется на десятки метров, по твердым телам распространяется, ну, максимум там на километры, на сотни, ну, может быть, на тысячи километров, как землетрясение, но это гигантская волна. А тут ничтожные амплитуды на астрономические расстояния практически без потерь, с любыми длинными волн, в любых направлениях, изотропно и однородно. Поэтому, значит, вот модель Рыкова, она чем отличается? Там вводится, что эфир это является идеальной кристаллической решеткой. И если вот это вот физическое сравнение посмотреть, вот то, о чем я сказал, то действительно, значит, ничего идеальнее этой решетки, твердотельной практически, быть не может, чтобы вот волны такой ничтожной амплитуды идеально распространялись по всем направлениям, на астрономические расстояния. Значит, и вот Михаил Яковлевич говорит о диполях, вот, а у Рыкова, значит, эти диполи, это не диполи, а именно кристаллическая решетка. Значит, вот поэтому мы с Михаилом Яковлевичем сейчас в постоянной дискуссии находимся на эту тему. И что бы я еще хотел сказать, значит, у Рыкова, у него, значит, на макро уровне гравитация создается за счет того, что он вводит, а у него эта решетка состоит из электронных и позитронных зарядов, то есть вот чередуются в этой решетке глобальной, которые есть, вот абсолютная система отсчета, значит, чередуются электронные позитроны, но для гравитации он вводит, что заряд, электрический заряд электрона, позитрона чуть больше, и это соответствует экспериментам о том, что вакуум, так сказать, вдали от тел, он положительно заряженный. И вот таким образом через поляризацию распространяется гравитация на астрономические расстояния. Что касается микрорасстояний вот этих сил ядерных и электрослабых, то они у Рыкова получаются благодаря тому, что это магнитные заряды вращений, собственное спиновое вращение. Вот это вот ядерные и микрогравитации, ядерные электрослабые силы и так далее. Вот, поэтому это вот моя точка зрения, это вот ближе всего к тому, что я бы как бы хотел видеть теорию эфира. Теперь, значит, второе замечание, очень короткое, значит, вчера был в ФИАНе семинар теоретдела, большой, как бы, в конференц-зале, можете посмотреть на сайте ФИАНа, Лебедев.ру, там вот как бы очень замечательное название было, очень авторитетные люди делали. Называется именно так, обзор отклонений от предсказаний стандартной модели. То есть, очень жесткой манере он проводился, но суть к тому, что сейчас даже теоретики, вот как бы, так сказать, вот старшее поколение теоретиков, которые были за теорией относительности авансом и, как бы, нечет стандартной модели, оно сейчас как бы отошло в сторону. И, в общем, как бы уже идут разговоры о том, что, так сказать, стандартной модели все не совсем так. Вот главная, как бы, суть доклада была, что против стандартной модели работают три основных фактора. Это, значит, темная материя, которую мы полагаем эфиром, потом барионная асимметрия Вселенной, и там очень большие неприятности сейчас с нейтрино. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, спасибо Сергею за очень интересные замечания. Вот я бы хотел прокомментировать вот последнее его соображение относительно вот жестких замечаний по стандартной модели. Значит, вот, как известно, это Планк, он наелся очень сильно, когда пытался свою теорию, значит, вот черного тела продвинуть в научной среде. И он после этого, значит, вот это его выражение, по-моему, Евгений Егоров к нам сюда притащил на наше сообщество. Планк сказал, что смена научных парадигм осуществляется не внутри одного поколения, я вот своими словами говорю. Вот существующее поколение никогда не примет ничего нового, чего вы там принесете. Придет новое поколение, вот оно примет. Оно, когда с молоком матери вот ваши идеи воспримет, оно к ним и сможет как-то подойти серьезно. А существующее поколение, пока оно не вымоет, оно ничего из ваших новых идей не примет. Вот это слова Планка. Ну, я их своими словами немножко по-другому. И, ну вот, Сергей нам только что сказал, Мизин, о том, что вот в Фиане какие-то движения на эту тему начались. Это здорово. Значит, у нас еще есть Покулин, пожалуйста. У меня буквально несколько слов методических замечаний, Валерий Николаевич. Можно ли попросить вас говорить докладчикам, чтобы они употребляли в самом начале термины и определения того, о чем будут говорить? Хотя бы основные. К примеру, сегодня докладчик все время употреблял слова силовые линии Фарадея. А как Фарадея определял эти силовые линии? Что это вихревая трубка в виде вихревого потока поля. На одном конце находится источник минус, отрицательный заряд. А на другом конце трубки сток, положительный, извините, плюс, положительный заряд. А на другом сток, отрицательный заряд. Вот все определения Фарадея. Тогда, если по-другому мыслил докладчик, тогда надо было об этом сказать. Потому что нас все время указывал на первую фотографию и говорил докладчик, что это линии Фарадея. Да не похожи они на линии Фарадея. У золота всего 79 может быть. Если даже отнять полностью все электроны, 79 линий, а там их сотни. Ну и так далее. Оказалось, что даже фотография не из той статьи взята. Откуда-то неизвестно откуда. И как-то не комильфо все это сегодня было, Валерий Николаевич. Не комильфо. Если можно, значит, дать термины и определения в самом начале каждого выступления. Все. Спасибо за замечание. Ну, я бы сказал так, что я, пожалуй, соглашусь с замечанием относительно определений. Но, к сожалению, так никогда не будет, Валерий. Но вот по отношению к Иванову я согласен. Например, он употребляет термин закона Вагадра по отношению к закону Клаперона Клаузиса. Понимаете, ну вот тут много, возможно, это нюансы, связанные именно с их институтом самым. Там, видимо, какая-то своя терминология своеобразная, собственная, внутренняя принятая. Ну, давайте исходить из того, что есть. Давайте, пусть они заранее нам объявят. Иначе мы не понимаем друг друга. Поэтому я и спрашивал в самом начале, пытался пояснить, если вы заметили. У меня более серьезное соображение есть. Дело в том, что многие авторы у нас выступающие, они не говорят, где кончаются теории других авторов и начинается его собственная теория. Вот это самое основное, понимаете, вот это вот всегда путается. Это уже известно, это кем-то проверено, это кем-то принято. А вот это уже мое собственное, вот деления такого обычно нет. Но спасибо за замечание. Константинов, пожалуйста, ваше замечание. Станислав, включите звук. Вы звук не включили. О, включил, все. Валерий Николаевич, я выслал на ваш компьютер статью. Я получил это, я посмотрю. Вы поддали по докладу, пожалуйста. Все фотографии, которые, значит, были в статье, там есть. Ну, я вас прошу выслать тем товарищам, которые их не видели, и ищут источник, откуда они взяты. Вот это первое. И второе, что я вас спрошу, коль мы говорим об атоме, я знаю, что вы экспериментально доказали существование ядерного электрода. Нельзя ли в двух словах сказать о его природе? Мы сегодня говорим о докладе Михаила Яковлевича Иванова. А мои какие-то там работы, это другая история на других семинарах. Спасибо за ваше замечание и соображение. Так, Киркинский, Виталий, пожалуйста, ваш вопрос. Киркинский, включите звук. Микрофон включите, пожалуйста. У меня не вопрос, а небольшое выступление, очень краткое. Ну, я очень положительно отношусь к работам Михаила Яковлевича. Мне импонирует, так сказать, его попытка все-таки добраться до сути и делать серьезное обобщение. А по моему мнению, сейчас все-таки главная задача понять, из чего состоит эфир. То есть материальная природа эфира – это принципиальнейшая вещь, потому что писать только уравнения и не пытаясь разобраться в этой сути, это, в общем-то, не очень продуктивно. И в связи с этим я обращаю внимание, что вот в ближайшее, то есть в течение 10 лет я вот написал две книжки, небольшие совсем. Одна называется природа эфира, электромагнитных полей, а вторая – физическая природа эфира, который, значит, выдвинул оригинальную, можно сказать, теорию, которой удалось понять, из каких частиц, какая частица является главной для эфира. И вот с помощью этого удалось решить целый ряд принципиальных вопросов. Сейчас я не буду об этом останавливаться, потому что вот вторая работа, она опубликована в докладах, которые представляются, в статьях, которые представляются на сайте Просвирного. И желающий может знакомиться, потому что там совершенно четко, ясно, так сказать, это показано. Но если возникнет необходимость, я в будущем когда-нибудь смогу это и доложить. А так, в целом, я считаю, что поднимать такие вопросы стоит, даже если они сопряжены с некоторыми неясностями и спорными моментами. Так что надо в этом духе продолжать. Спасибо. 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 Значит, Владимир Чижов, пожалуйста. Ну, что мне хотелось бы сказать по поводу данной работы. Я уже, в общем-то, сказал, что это все-таки не статическое, а статистическое. И здесь я с Евгением Афшаровым согласен. Статистическая работа. Но хотел бы обратить внимание вот на что. Совершенно непонятно, почему существуют и бесконечно долго существуют и протоны, и электроны. Ну, отсюда уже и как комбинация нейтрона. Что может приводить к этому? Я, в общем-то, за теорию эфира 100%. Вы посмотрите, зарядки есть, магнитное поле есть. То есть мы спин определяем, они расщепляются. А это же требует энергии, затраты энергии. Откуда она берется? И вот мы всегда уже привыкли рассуждать, как рассуждали в 18 веке и Фраде, и Максвелл, что есть исток, а есть сток. А может быть, надо пересмотреть вот эти вот понятия, и что-то нам откроется более, так сказать, принципиально другое. Откуда постоянство масс у этих элементарных частиц? Что заставляет, так сказать, поддерживать вот эти свойства? Значит, ну, можно представить себе вот немножко другую ситуацию. Допустим, мы имеем, так сказать, какой-то, ну, пробой в пространстве. Ну, какую-то, так сказать, черную дыру в пространстве. Маленькую совершенно, которую мы называем электрон. Протон, которая впитывает в себя эфир. Но она впитывает в себя, может, не как мы предполагаем, что она выбрасывает какие-то силовые линии, а наоборот, по каким-то законам, закручивая, втягивает их в себе. А протон втягивает совсем по-другому, с другой стороны. То есть там вихрь совсем другой, обратный вихрь. Отсюда наложение этих вихрев, вихрей, оно может, так сказать, создать притяжение. Вот как-то вот в этом плане посмотреть вот эти вопросы. Никто их не задавал, не рассматривал. А это очень, в общем-то, мне кажется, интересные, так сказать, вещи. У меня все, Валерий Николаевич. Спасибо, Чижову. Володь, я в своих статьях все это всегда рассматриваю. Алексей, подождите, слово вам я не давал. Вы руку не поднимали. Подождите, значит, и у нас, ну я бы вот из того, что сказал Чижов, я бы отметил, что важным является, почему массы элементарных частиц постоянны. То есть их энергии покоя постоянны. Это, конечно, суперважный вопрос. Я с ним согласен. Но остальное у него как-то немножко, может быть, туманно было высказано. Но вот это соображение очень важное. Геннадий Иванович, ваш комментарий, пожалуйста. Да. Ну, мое первое замечание состоит в том, что томография, так как мы сейчас ее представляем, она не имеет никакого отношения к тому, что говорит автор. Потому что там используется явление ядерного магнитного ресонанса, и там существует изменение спинового состояния вещества, когда на него накладывается мощный электромагнитный импульс. То есть спиновое свойство вещества – это спиновый спектрограф по существу, ТМР-устройство. Поэтому тут без спина никак не обойтись. Это первое замечание. И второе, мне кажется, что теория эфира – это довольно древняя по современным меркам теория. Почему? Потому что уравнения теории эфира, они предлагаемые и здесь, и многими другими авторами, они используют какие-то старые представления об эфире. Эфир на современном этапе – это, конечно, физический вакуум. Почему мы должны переходить к понятию физического вакуума? Да потому что перед нами, перед обществом, перед человечеством стоят сейчас такие задачи физики, за которые до сих пор не берутся такие мощные направления в теоретической физике, как теория струн или даже стандартная модель, они игнорируют вот эти явления. Ну, например, проявление… Существует много достаточно изобретателей и приборов, которые говорят о том, что можно черпать энергию из нулевой точки физического вакуума, начиная с Тесла. Но он называл Тесла тогда эфир, это понятно. Но сейчас мы имеем дело с физическим вакуумом. Квантовая механика четко нам показала, что когда нет никаких частиц в пространстве, что, тем не менее, у этого пространства, оно называет… Квантовая механика называет его физический вакуум, у него существует энергия. Энергия нулевых колебаний. И эта энергия приборами, созданными людьми, уже регистрируется. Существует действующее устройство. И это наша задача. Если теория эфира может ответить на этот вопрос не просто словами, а расчетами. То есть с самого начала и с самого до конца, как мы привыкли сделать вычисления и показать, что такая-то железяка может эту энергию и в недетерминированной превратить в детерминированную. Вот тогда мы, конечно, поверим в эфир. Но, скорее всего, эфир не решит эту задачу, а эту задачу должна решать теория физического вакуума. Спасибо. Спасибо, Геннадий Иванович. Ну, тут вот у нас появились новые желающие выступить. Михаил Стригин, новый для меня товарищ. Может быть, вы пару слов про себя скажете, а потом свои соображения, потому что вы новые тут у нас. Михаил Стригин, пожалуйста. Да, Валерий Николаевич. Меня слышно, да? Да, слышно. Пожалуйста, быстрее. Мы вас слышим и видим даже. Да, хорошо. Стригин Михаил, кандидат в мат.наук, ученик Зельдовича Бориса Яковлевича. Веду похожий в некотором смысле клуб естественных наук имени Лейпунского Александра, который мой дядя, по сути. Я думаю, что фамилия Лейпунского, наверное, многие знают. Вот, значит, ну, по поводу семинара, просто вы упомянули про... Михаил, вы с какой страны? Я в Челябинск. А, Челябинск, здорово. Да, прекрасный промышленный город. Михаил, у вас там где-то, у вас работают еще какие-то... У вас очень плохая Wi-Fi-связь. Вы что-то там выключите, для того, чтобы нормально мы могли вас слышать. Сейчас я перейду в другую часть. Ваши соображения... Сейчас хорошо слышно? Ну, может быть. По сегодняшнему докладу, пожалуйста. Да, ну вот то, что вы упомянули про планка, про то, что... про смену парадигмы. Здесь же, помимо того, что сменяются парадигмы, так сказать, важно, чтобы тот, кто пытается их поменять, он как-то влился в все-таки предыдущую парадигму. Эйнштейн там, Фланг, они все равно корректировали предыдущую парадигму, так сказать, не предлагая принципиально совершенно никак не коррелированную с ней. И это важный момент. Также важный момент, конечно, это работать с учениками, для того, чтобы было возможно то, о чем вы сказали. Вот. И, опять же, то, о чем вы говорили несколько раз, вот я заметил, что все-таки участники семинара плохо друг друга слышат и очень, так сказать, разрозненно, опять же, высказывают. Ну и теперь по поводу доклада. Силовые линии, сама идея силовых линий, ну, лично мне она нравится. И, на мой взгляд, в каком-то смысле именно силовые линии характеризуют квантованность, поскольку в каком-то смысле их плотность можно и воспринимать как некие кванты пространства. И, конечно, то, о чем говорил Валерий Николаевич Покулин, про то, что там 79 линий, конечно же, и нет, потому что каждый протон, соответственно, имеет свои линии. И, опять же, про то, что там они должны быть вихревым образом, ну, то есть, каждому, так сказать, к каждому электрону подходить, которые вращаются вокруг, это тоже, конечно же, ну, неверно, поскольку это усредненная картина, и, конечно, вот именно вот такая симметричная картина, как и показано на рисунке, поскольку электрон, в общем-то, ну, довольно забавный представляет себе вращающийся шарик. Он усредненно как-то есть, а только в момент измерения, так сказать, он фиксируется где-то там в каком-то месте. Ну, как-то вот то, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Михаил. Вот, Игорь Буйлин опять хочет что-то добавить. Игорь, ну, пожалуйста, только коротко. Вы уже довольно долго говорили. Очень короткое замечание. Я вот прошлым летом прочитал книжку Геннадия Ивановича и понял, что та современность, о которой он говорит, можно свести к одному. Что, во-первых, он ввел там десятимерное пространство, четырехмерного, значит, как теорет относительности. Во-вторых, он, самая главная его идея, это сделать так, что если в классической физике есть два, две системы отсчета, инерциальные и инерциальные, то в его системе, значит, вообще уже нет никакого различия. Все-все системы отсчета одинаковые. Вот. Значит, это первое, но я думаю, что это неправильно. Вот. А второе то, что совершенно ясно, что как раз силы инерции, они носят именно гидродинамический характер. И с помощью обычной гидродинамики нежимаемой жидкости можно объяснить довольно несложно. Вот. Там всего две силы существуют. Продольная и центроотдержанная сила. Вот. Поэтому эфир очень актуален. Если еще вспомнить, что основатель этой идеи Эрне Декарт говорил не об одном эфире, а о нескольком, то тогда можно вести многослойный эфир. И вместо того, чтобы уходить в бесконечно мерное пространство, остаться в трехмерном, понимаете, но объяснить очень многое за счет, значит, многослойности эфира. И поэтому я думаю, что теория эфира это как раз более актуально, чем все эти реликвидические изыски, которые ничего хорошего, по-моему, не привели и не приведут. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Игорь Булин. Значит, друзья... Игорь, спасибо, извините, но это не обсуждение моей работы сейчас идет. Сейчас совершенно другая работа обсуждается. Да, это верное замечание, верное замечание Геннадия Ивановича. Тут просто очень многие говорили о физичности. Я думаю, что теория эфира намного более физична, чем вот эти всякие многомерные изыски, и реликвидисты. И тем более, что реликвидические эффекты вообще не подтверждаются опытом. Понимаете, что за это держаться? Игорь, Игорь, давайте вот мы... Тут физиковое очень-очень много чего может... Какие вопросы нам для обсуждения. Мы сегодня статью вот эту... Вернее, работу конкретно обсуждаем. Я бы... Ну, у нас, по сути дела, все выступили. Ну, я такое замечание хотел бы высказать. Вот все-таки вернуться к слову томография, с которой вот я попытался там объяснить в самом начале. Мне кажется, что вот автор это пытался сделать, вот Михаил Яковлевич. Дело в том, что томография – это попытка увидеть невидимое. Вот что, если какими-то человеческими словами это объяснить. Мы не можем сквозь черепную коробку заглянуть внутрь, но вот приборы некоторые с помощью двух-трех там и большего количества лучей восстанавливают объемную картину, которая внутри черепной коробки, например, и внутри тела там и так далее. Вот здесь вот это автор хотел сказать, что вот с помощью какого-то там эксперимента вот показано что-то, что имеет отношение к пространству окружающему. Ну, возникла путаница то ли вокруг иона, то ли вокруг ядра, но вот эта вот идея о том, что визуализировать как-то, вот не просто геометризировать, есть такое понятие геометризировать, которое прекрасно Геннадий Иванович Шипов знает, и он этим занимался и занимается, а вот именно визуализировать то, что происходит вокруг ядра там или вокруг атома, вокруг электрона. Вот это очень важная цель. Ну, Михаил Яковлевич, может быть, как бы тут путаницы возникли и так далее, но вот эта постановка этой задачи, визуализация, она очень важна, потому что увидев, мы, конечно, поймем гораздо больше. Вот я закончил, и Михаил Яковлевич, ну, такое заключительное слово. Михаил Яковлевич, вам слово. Мне бы хотелось поблагодарить всех присутствующих за плодотворное обсуждение, и я надеюсь, мы в будущем еще вернемся и к этой картинке, и вообще к обсуждению эфира и силовых линий Парадея. Спасибо всем за участие. Михаил Яковлевичу. Друзья, на этом мы, ну, мы, у нас такой вот есть костяк мощнейший, более 40, порядка 45-50 человек. Вот дослушали до конца. Спасибо вам огромное за обсуждение и за участие в сегодняшнем семинаре. Спасибо. Мы будем, следующий у нас будет, по-видимому, 12 апреля, и там будет выступать Самсоненко, Николай Владимирович, я надеюсь, и там тоже будет интересно. Обращаю внимание, что вот мы немножко отошли, отойдем в двух семинарах, вебинарах от чистых синтеза и немножко поговорим об устройстве вообще вещества, пространства и так далее. Вот сегодня об этом немножко говорили и в следующий раз тоже на схожие темы будем говорить. Спасибо еще раз. До 12 апреля. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.